Давай придумаем рэп, просто придумаем рэп Оценка, во-первых, ушек наших Аня нам всё приготовила Представляете, какая хорошая просто Нормальная? Самая лучшая Аня Спасибо Happy New Year Так, что по музычке? Нас слышно хорошо? Давайте сейчас разберёмся со звуками со всеми Так, смотрите, женщины, если звук будет отключаться и не будет слышно донатов, просто вот эту штуку мотайте Вот этот ползунок на клавиатуре, видите? Вот этот вот, мотайте максимально вверх, как включится звук, обратно вниз Пон Всё, вроде поняли Так, ну мы как будто бы плюс-минус разобрались Так, ребят, что, как дела, как настрой? На стрим? Надеюсь, кайф у всех всё Это наш первый совместный стрим Давайте покажем кота Аккуратно Смотрите, как у Ани живёт котик Малыш По-моему, краш Если он сегодня пропадёт, не думайте Вы знаете, что у нас тут Опа! Какой-какой! Он тоже стример Разберётся человек Так, мы ещё приготовились с девочками, Тайного Санту мы сделали сегодня Да, мы не знаем, кому кто попался И... Всё хорошо, продолжайте А мы стеснялись А мы не видим тебя из-за этого... Вон, 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 девочки Так Так, а что за тут начались? Всё хорошо, всё хорошо Привет, зайка Привет, честный А мы зайка, реально Мы же зайки, да Год кролика так-то Так, что я хотела сказать-то? А, что у нас сегодня Тайный Санта с девочками Мы приготовили подарки, но ещё никто не знает, кто кому че дарит Поэтому мы на таком На... На... Предвайбенном Мы просто на сюрпризе А ещё сегодня кто-нибудь расскажите Сейчас Про то, что мы ездили... Мы ездили в приют На самом деле Кот грызёт, грызёт Ань Да, он пробует... А то в руку она сейчас всё оборвётся А сон с толком Опа! Кто в чём? А вот так вот Давай, Баря, пойдём давай Эк! Мы сегодня ездили в приют к котикам, где Арина брала своего Мерса Помните, у нас была благотворительная Благотворительная ярмарка, маркет, где мы продавали свою одежду И мы распределили вырученные средства на два приюта Вот один был с собачками Мы им уже заказали лекарство и всё отправили Они просто находятся не в Москве И второй приют был приют с котиками И сегодня мы к ним съездили Конечно, это был первый для нас опыт И вот разные были эмоции Но очень классно Помогайте животным, если у вас есть такая возможность Кристина говорит за жизнь, серьёзные вещи Ну ладно, всё нормально, всё хорошо Нет, мы же сегодня были с Кристиной И всё видели своими глазами И гладили котят, кошечек Так, давайте Тайну и Санту Давайте Ребят, покидайте, пожалуйста, сердечек Быстро столько С вами сниму И с девчонками, и с вами Показать, что у нас всех Мы с вами счастливы, любим друг друга Отлично Да Сладусики Ребята, ну что такие милые? Кайф Так, да, Тайна и Санта Тайна и Санта Как это мы будем? По какой системе раскрываться? Давайте начнём по порядку с Настей Нет, давайте закроем глаза и просто дадим подарки Ну нет, дальше будет Давайте на Суэ-Фа На Суэ-Фа кто первый? Кто проигрывает, тот первый Давай мы с тобой батл Вы батл Давай Су-е-Фа Ты первая Я первая Давай Так я тебя порезала Да Я проиграла, значит я с Настей Су-е-Фа Су-е-Фа Ты первая Кристина первая, да Так, Кристина Опа, интересно, реально Полетела, полетела. А мы же подножки поставим. Далеко идти не надо. Моим подопечным была, как думаете, кто? Ирина. Написите в чат, кто думает, кто моя подопечная в тайном санте. А я считаю, Ирина. Я считаю, что я. Я считаю, что... Ну, бля, я не буду говорить. Потому что... Сама понимаешь. Ребята, кто думает, кто моя подопечная в тайном санте? Я думаю, либо я, либо Ира. Либо это мой подарок уже от Ани на Новый год. Моя подопечная в итоге была... Пара-па-па-па-па. Еришка. Майрон. Давайте, может быть, сразу распаковку сделаем. Ну да, я на стриме, конечно. Ты доставай, а я буду комментировать. А, подождите. Подождите. Предисловие. Я захотела сделать такой... Духовный немножко подарок с пользой. Там очень классные вещи для медитации. И для того, чтобы хорошо провести время на скором отдыхе. Ну, короче, Кристина, к моему, как бы, по моему вкусу, да? Да. Я знала, что тебе понравится. Так, первое. Так, я вижу, какие-то тут... Это метафорические карты, я поняла. Да, это метафорические карты. Ребяточки. Давай я буду обратно клачь, что они себе называются. Далее. Что это такое? Камень, да? Это три камушка. Потом почитаешь их описание. Ты просто говорила, что ты увлекаешься вот этой вот книгой. Разные камушки, я так понимаю, с разными... Да, вот я вижу горный хрусталь. Просто кот. Как будто бы... Сейчас горный хрусталь достану, вам покажу. Там лунный камень, розовый кварц. А, вот розовый... Это розовый кварц, это не горный хрусталь. Да, это розовый... Да, ты просто подумаешь по цвету. Розовый кварц. И еще, да, один там? Ой, вижу, вижу, вижу. Попажи и попадись. И там есть описание каждому камушку, ты потом почитаешь. Кристиночка, посибочки. И что ты можешь заряжать на... Свеча. Там три свечи одинаковые, но это не простые свечи. А помните, которые... Вот это вот, вот это вот, вот эта вот с оттенка. Три свечи. Я потом тебе напишу, для чего они. Борь, ну... Так, дальше. Книга, смотрим. Зарубежная классика, поющая в Терновнике. Ребят, кто читал книгу, поющую в Терновнике, напишите, как вам она, потому что я считаю, что это лучшая книга, которая прочитала. Терновник. Боря! Он залазил в лампу! Аня, у нас с премьера! Ё-моё. Он где Аня? Он залез в лампу! Эй, родной. Спасибо. Еще ты их можешь заряжать. Свеча. Там три свечи одинаковые, но это не простые свечи. А помните, которые... Вот это вот, вот эта вот с оттенка. Три свечи. Я потом тебе напишу, для чего они. Борь, ну... Так, дальше. Книга, смотрим. Зарубежная классика. Поющая в Терновнике. Ребят, кто читал книгу, поющую в Терновнике, напишите, как вам она, потому что я считаю, что это лучшая книга, которую я прочитала. Терновник? А-а-а! Боря! Он залазил в лампу! Аня, у нас с премьера! Ё-моё. А где Аня? Он залез в лампу! Эй, родной. Дорогой. Он прямо в лампу залез. Наверх. Вот так почти перевернув. А что значит Ф? Не, не Ф. Вас обманывают. Ай-яй-яй! Это что-то плохое? Все, не хулигани. Он думал, кстати, донатов куча пришла, но ладно. Десять тысяч? Нет. А как? Сто рублей. Десять тысяч! Спасибо. Флекс Пауэр! Десять тысяч. Так, ну он опять... Ребят, для нас вы что, куда хоть? Не надо тратить. Так, Барька хочет с нами вести. Флекс Пауэр. Да, тебя хочется. И Санта... Пала Санта. Пала Санта, да. Санта. 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 Я тебя пока что закрываю. Давай я тебя чмокну, спасибо тебе. Баря! Баря, уйди! Баря, уйди! Крис, все, давай, спать. Бамс. Так, ну что, дальше получается Настя. А что это? Да? Да. Да. А то мы с Алиной мочится. Я обсудила с Ириной небольшой момент. Ай, ты не говоришь! Ладно, стойте. Нет, я просто ей сказала то, что я уверена в своем подарке из 100 на 200. Сейчас мы это проверим. Во-первых, скажи. А, лицо, лицо. Арина, давай. Так, все видят золотое яблоко. Бай. Опа. Это наш с тобой любимый аромат. Это наш с Настей любимый аромат. Очень советуем, потому что он пахнет сейчас. Ванила Блэнд, если что. Его сейчас очень сложно найти в Москве. Они пахнут ванилькой, но какой-то очень такой дорогой и глубокой. Я, кстати, себе тоже... Да. Ой. Давай все попшикаем. Да, можно тоже. Аля! Кусает. Не на кота. Ммм, вкусно. Очень вкусно пахнет, реально. Девчонки, мальчишки. Если вы любите сладкие ароматы, очень советую именно этот, потому что он просто 10 из 10. Ты довольна? Спасибо. Так, Арина, ну что, мы теперь с тобой на... Ци-фе. На ци-фей. Давай. Давай. Цу-е-ножницы, цу-е-фа. Давай, дари. Так. У меня подарочек необычный. Он, как бы сказать, с историей. Как, в принципе, я очень кайфую с таких вещей, чтобы они были необычными, которые не купить именно сейчас. Вот, и мой подарочек... Фор Крис. Дайте не надо. Что-то такое, интересно. Так, Мэри, сейчас, подожди, тебя сейчас не видно. Подожди, секунду, сейчас Аня заделает. Всё, I'm sorry, girls. Спасибо тебе на ворот большое. Что, ну что там? Это очки. Это какой-то лютый винтаж, потому что Арина... Аринка шарит всегда у нас. Ну, конечно же. Бюмарин? Да. Ей, это очень круто. Вот это да. Почему же не мы, Аринка? Я бы тоже думала. Ладно, потом померю. Так, кайфово. Ну так, покажи просто. Покажи очки, покажи бокуча. Самое крутое, это вот боковушки. Офигенные очки. Кайф, кайф. Спасибо, Арина. Не, до что. Короче, ну что получается? Да я так и знала, я четко я знала, я чувствовала. Да я почувствовала. Да ты чувствовала там. Так, я буду доставать тебе по одному, ладно? По одному? Посмотрите, посмотрите. Вот он все лето, смотрите-ка. Ребят, стремни наш. Ой-ой-ой. Не жмать. Давай. Прекиньте просто резко там что-то реально происходит. Ну ладно. Просто давай. По одному. Настюш, я знаю. Ты знаешь, что я, как бы это странно не звучало, восхищаюсь твоими стопами подтянутыми, которые тянутся вот так. Просто. Это правда. Поэтому специально для тебя. Что это такое? Я мечтала попробовать сосу. Это реально это называется. Это маски для ножек. Я ее сделаю. Я, кстати, делала такую маску, знаешь, что будет через неделю, это прикольно, оно у тебя слазит, типа вся кожа. Именно через неделю прям слоем таким. Но они как у младенца потом становятся. Но они потом жестко-жестко слазят. Ира, блин, я люблю тебя. Бедикюр будущего. Это еще не все, Настя, подожди. Ладно. Даля, я знаю, что ты мне пару дней иногда сказала, Ир, я хочу себе татуику сделать. Я подумала, блин, а что ждать? На тебе татуировки. Ирина, Ирина. Ирина. Я не могу с тебя. Ирина такая, да. Дальше. И запоминает ведь, что я говорю. Ты мне говорила недавно. Блин, терпеть не могу колготки, которые капроновые. Да. Поэтому я решила. Ну какие капроновые? Дарю тебе фиолетовые колготки. Фиолетового цвета. Вау. Ну как бы, понимаешь, да будешь самой яркой. А ты открой их, распакуй. Давай. Покажи всем фиолетовые колготки. Ребята, вы представляете, насколько человек просто... Это 70D, а не толстый, ты не замерзнешь. Да, ты не замерзнешь. Я думаю о том, чтобы ты, конечно же, всегда ходила в тепле. Чтобы попочка была, как бы, знаешь. Да, знаем. Обогрета, конечно же. И... Ну давай. Давай. Проверим на прочность. И татуху сразу всем бьем. Да, кстати, давайте потом татуировки сделаем. Так, ладно, пока там она открывает. Мы все блондинки здесь. И, конечно же, уход за волосами очень важен для нас. Поэтому специальный набор вот такого вот шикарного формата для волос. Это что такое? Покажи. Подарочный набор. Нежный шампунь, спрей для волос. Пожалуйста. Маленькую серию. Маленькую серию. Сцену мы убираем. Ир. Ну уж ладно. Это бесценно. Вот, держи. Раз. Покажи. Голосуй, у кого лучше и подать. Ир. Анастейши. Еще? Да. Не верю. Только что ты ко мне подходила и говорила, дай мне блеск для губ. Ирина, ну... Ну посмотри. Да, ну что ты... Ну посмотри пакет. Норм. Вообще история. У меня проблема. На всю жизнь. Я тебя так люблю. Еще один. Еще один. Ну и Ир. Все, теперь у нас у всех есть блески. Да у нее... Эй. Знаете, сколько блесков там сейчас? Я в шоке, Ир. Вот так вот. Вот такие вот подарочки. За цену. Чей подарок вам понравился больше всего? Давайте. Ты говорила, а ты еще это говорила. Не вижу. А можете зачитать кто-нибудь? У всех. У всех. Ира, Кристина, Арина, Ириша. Ирина. Настя, Настя, Арина, Кристина, Крис, Крис. Знаешь, что если мы будем так читать, у нас просто язык заказывается вот так. Да, да. У нас и имена, и сами мы знаем все о себе. Блин, ну это прям очень интересно. Прикольно. Да, у нас у всех, кстати, очень разные подарки получились. Вы заметили? Аня, тебе как? Да, вообще они не сходятся. Я не видела. Короче, интересно получилось. Сейчас уберусь Кристины, потому что ее постоянно не видно. Даниэль только что донатил. Кстати, спасибо большое за донатики, ребята. Нам очень приятно. Нам Анька тут все установила. Мы бы сами в жизни не смогли. Ничего бы не получилось. Было бы у нас. Аня и приютила нас. Так, давайте посмотрим парочку донатов. Привет, Даниэло. Раз. Как мило. Два. Передайте привет Даниэло два раза. Мы тебе говорим приветики. Привет. Привет, Ирочка. Я подходила к тебе в Самаре. Помнишь меня? Если тебе не сложно, то передай привет детишкам Рины. Приветики. Передаем привет Полине. Больше ждем стримов. Мы тоже надеемся, что это не первый раз. И что Анастейша возьмется за дело. Это аппаратура все найдет. Потому что оказывается, что недостаточно камеры и микрофона, как оказалось сегодня. Вы бы знали, как мы к этому еще расскажем. Короче, должны были стрим проводить у Кристины. Там есть микрофон. И компьютер. Но мы думали, что этого достаточно. Мы думали, что этого достаточно. В итоге мы говорим, что мы не можем. Нам должен был прийти друг и помочь нам все настроить. Но... Макс, привет. Как видишь, мы справились. И нам говорят, что не варик, потому что проводов нет, ничего нет. Там еще очень много разных схем, которые мы абсолютно не понимаем. Короче, мы не шарим. Мы просто... Давайте вот так сделаем. Мы блондинки. В общем, мы приехали к Ане, и она нам все сделала. Да, Аня к нас приютила. Я вообще, короче, выручила жестко сегодня. Поэтому вот так. Так что значит F? До сих пор? Я не понимаю. Да. Это плохо что-то? Да плохо. Может, они шутят? Я тоже не очень понимаю, что происходит. Много очень F. Может быть, это... Нет, просто и над вырубили. В смысле, у нас вырубили, наверное? Да, в квартире интернат. Все. Все нормально. Все. Так на каком моменте мы пропали? В квартире выключили интернет. На каком моменте мы пропали? Мы болтали или болтали, и мы как бы и нет. Сколько нас не было? Секунд 10. А, ну, нормально. Настя! Угуманить. Все. Лагает или нет, или же? Все нормально, ребят. Нас видно, слышно. Напишите, пожалуйста. А, все, я поняла. F значит, это когда лагает интернет, а G это когда восстановились. Просит нас показать сердечко. Давайте. Так, ну что, девчонки, у нас еще был вариант поиграть с вами в игру «Кто из нас?». Да, это будет очень интересно, я думаю. И в конце можем отвечать на вопросики, да, уже? Давайте тогда берем по бокальчику. Арина, Кристин, можешь, пожалуйста, всем раздать? Давай. Так, а что мы туда будем наливать? И вот еще, мы будем наливать туда колу. Давайте каждый, ну, либо вот, каждый возьмет, короче. Доктор Пеппер. Давайте по Коле, да. Ну, просто видишь, тут Доктор Пеппер, я очень люблю. Хотите, я буду наливать Доктор Пеппер? А какая разница, оно будет у вас перемешиваться? Оно будет переливаться, да. И что, будет прикольно, давайте. Я выпью. Вот напиток, заодно микс напитков интересного. Аккуратно открываем. А, у меня в телефоне все. Сейчас откроем. Так. Главное, ничего тут не залить. Сейчас будем с вами, короче, начинать. Секунду, буквально, девчонки, болтайте. Я сейчас открою свои вопросики, которые я сохраняла, которые мне писали в чатик. Кстати говоря, мы с девочками создали свой общий чат с Телеграмми. Да, сегодня мы показывали почти там каждый шаг, наверное, свой, поэтому если кому интересно. Ну уж не каждый, но много всего. Настюша шаурму, например, кушает на завтрак, вот кто не знал. А что? Я, кстати, подружилась, очень приятное заведение. Меня отговорила Арина, она говорит, Настя, не ходи. Почему? Потому что можно отравиться сильно. Мы просто не будем говорить, где мы были. Но они, кстати, были дружелюбные, я тоже к ним заходила, спрашивала насчет парковки, они были. У меня классный, ну вот он. Нет, супер, главное запить колу, ребят, есть классный лайфхак. Если вы кушаете где-то что-то непонятное, запиваете колу, вы никогда не отравитесь, все, она там нейтрализует. Так что Настя сегодня так и сделала, на всякий случай. Все, живи-здоровы, все. Давайте что, погонимся? Гон. Берем все по штучке. А можно мне тоже подать? Только давайте договоримся, что мы наливаем по чуть-чуть очень аккуратно, чтобы друг друга не облить. Помоги. Ну-ка тебе. Чтобы друг друга не облить. Так, Ир, а расскажи еще раз правила. Смотрите, рассказываю правила для всех, в принципе, чтобы было понятно. Смотрите, получается, я говорю вопрос, например, кто из нас самый добрый? Кто из вас самый добрый? Вот так я буду говорить. И мы с вами, вот как мы думаем? Вот я считаю, например, что Арина самая добрая, я наливаю Арине чуть-чуть, понятненько? И не налила. И не чуть-чуть. Понятно, да? И мы так каждый, ну, делает. Главное, пожалуйста, друг друга не облить, но я думаю, что у нас не получится. Мы еще не играли в эту игру, поэтому нам самим интересно, что вообще из этого получится. Кто окажется кем? Кто-кто, да. Кто где? Только не обижаемся. Вы за эту игру? Вы за эту игру, скажите? Да, у нас нет больше другой игры, конечно. Мы больше ничего не теряем. Нет, у нас еще вопросы, ну, давай, ну. Мы играем в эту игру, потому что у нас нет другой. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Кайф, играем. Я зачитываю. Так, дождите, а мы наливаем друг другу и сам... Нет, смотри, допустим, описание подходит больше Ире, ты льешь ей в стакан. Если это, например, подходит больше тебе, можешь сама себе в стакан. Да-да-да. Либо если нескольким людям, ты можешь нескольким налить. Так, ну погнали, начнем С легкого начнем Кто из нас самый семейный человек? Короче Я чуть-чуть налив Окей Погнали дальше Кто из нас Всегда опаздывает на встречи? И вот сюда тоже чуть-чуть налив Ну не знаю, тут просто Ничего не знаю Ничего не знаю Кто из нас больше всего любит выпить? Как будто да Sorry Это что за подстава? Sorry Да ладно Просто с учетом того, что девочки не пьют вообще Выпить раз в год и считают Да, да, просто это мы на самом деле Слишком не пьем Кто из нас больше всего кушает? Excuse me Реально? Я? Да Ну нет Как будто Настя, да? Я тебе Я не знала, что вы так думаете Давай не будем отрицать Ну я не отрицаю, ладно Все Все Хорошо, кто из нас самый влюбчивый? Ну Я не знаю Полилет Ладно Ладно Пон, девочки Пон Конечно, помню Кто из нас самый зож? Ну Ир Ну кого-то там Ну я не знаю Задай туда Ну там А, ну Кристин А, можно несколько? Можно Можно, да My opinion Самое красивое Обожаю Вас Спасибо Спасибо Я пока что не нашла свою вторую половинку Но очень хочу, чтобы она была похожа на вас Будет еще лучше Обязательно найдешь Ира, привет Привет от омских кадетов О, приветики Я вас помню, ребятки Спасибо вам за медаль Мне подарили медаль в Омске Короче, ну ладно Не стой Кто из нас самый пошлый? Ты туда Я не знаю, честно Я тоже Это такой вопрос Я сам люблю Поэтому они Это так Короче, ладно Кто из нас самый тактильный? Ну я тактильный очень человек Блин, я тоже, мне кажется Я просто вообще не тактильная Поэтому наливай не себе, Кристина Не, мы просто думаем Я просто даже как это В чем это проявляется? Давайте мы думаем Друга не чешем? Просто вот Чешем? Мы же думаем Ну Друга чешут Нет, подробней Просто вот ты считаешь там Что, например, Настя Больше всего там может Обниматься Особо Как будто Непонятно Следующий вопрос Ладно Кто из нас лучше всего фоткает? Да, да Льем, льем 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 У меня уже заканчивается Я тебе поделюсь У меня мало Разлито Кто из нас больше всего Слышит песни парней? Давайте все Каждые нальем Да Это будет Как будто Никого Не, я думала Каждой себе, нет? Каждой себе, Кристина Ну я Извините Я вам тоже решила Ладно, спасибо Кто из нас Больше всего Любит деньги? Ну В каком плане? Ну просто Кристина, не думай Просто вот Кто из нас больше всего Любит деньги? Это типа Хорошо Так Кто из нас Больше всего А, подождите 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 Блин, а что у меня Сейчас Sorry, guys Сейчас Великолепный Вообще Я уже все выпила Подожди Уже тогда Из бокала Или что? Кто из вас Самый шопоголик? Ну Я прям Последний Ну да Я что-то такое Подзаметила За тобой Я еще Арине Подолью Потому что Арина тоже Ну как бы Норм А Кто из нас Больше всего Тратит месяц? А мы не знаем Как будто бы Ну ладно Но мы так Подумаем А давайте Давайте поделимся Покажем друг другу Путинков Вот это вот Друг другу Так Кто из нас Больше всего Работает Ладно Ну как будто Ладно Работяга Невероятных Масштабов Я считаю Кто из нас Самый ленивый Теперь другой вопрос Настю Поближе 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 Можно? Блин Я лидирую В этой игре Я просто Блин Ребят Как Арина Скажи у нас С тобой Этот Сонный Сонный синдром Нет Другой Это говорилось Человек Который Сонное Ленивое тело У нас Пассивное тело С Настей Поизвально Человека Так что Извините Давайте не будем Все-таки Забыли уже Все Какой вопрос Кто из нас Самый токсичный Токсичный? Да Будем Что-то делать Давайте не будем Давайте не будем Ладно Мы считаем Друг друг друга Нетоксичными У нас В дружбе Кстати Мы потом ответим На вопрос Там был Очень интересный Вопрос Как он звучал Христина Не помнишь? Ну мы ответим На него Он у нас есть Ну короче Про дружбу Нашу Там были Вопросы Вопросы Которые Вы задавали Общие На всех Мы их записали И на все Позже ответим Привет Сталкер И Флекс Ой 11 11111 Это очень Ай Ай Вот кому надо Было наливать Бай Это Извините Передайте привет Передаем привет Молодцы Что не пьете Алкогольные гадости Спасибо Это очень мило Моя зая Заша Перестаньте Что? Да я шучу У нас такой цвет Кстати разный В плане Типа Я вообще Посмотри на меня Заметьте мы А я думала про волосы Мы блондинки На разных оттенках Это тоже Это тоже Но я пока нет Ну ты тоже блонд Я не знаю Ты ассоциируешься с блондом Да Правда Или им все равно Ты светленькая Так Ща-ща-ща-ща-ща Ща-ща-ща-ща-ща-ща Давайте еще посмотрим Что-то есть А вот Хороший вопрос Кто из нас Самый ревнивый В дружбе? Не могу Ну я не знаю даже Не замечала ни за кем Поэтому никому не наливаю Вообще ни за кем Ну я реально считаю Что я чуть-чуть есть У меня эта темка В дружбе почему-то именно Кто из нас Самый ревнивый в отношениях? Я вспомнила А с чего это? Ну не знаю А что? Просто как думаем Не знаю Не знаю Так Кто из нас Кого из нас Пьем? Кого из нас труднее понять? Ну давайте не будем на это отвечать Да все Мы на самом деле Понимаем Друг друга очень хорошо понимаем Чувствуем И поддерживаем Да Поэтому Так Кто из нас Больше всего Кстати я мне тоже не знаю Это просто как говорить Больше всего грустит Как будто да? Не даже мы не грустим Да все мы немного Мы даже не грустим Нет такого что прям грустим Да Все окей Мы не грустим и вам не советуем Да У нас все хорошо Бам! Давайте чокнемся что ли Коля и Кока-кола Что ли? Ой Ой У меня тут уже О! Кто из нас Больше всего любит готовить? Ну наверное вот сюда Кристина, да Кристина, я там тебе Ну ладно Чуть-чуть Не-не, наливай Кстати, интересный вкус Колы Доктор Пеппер Да, кстати Ой, вишневая кола какая-то Получилась Зарожка Да Кто из нас Настя, прочитай донат И все Это реально круто, Мотя Так, хорошо Кто из нас самый стеснительный? Как будто Кристина Кристина, она Ну не то, что стеснительна Просто Ну это надо же под вопрос Ну что Мы смотрите, как отвечаем Не то, что Кристина Ты стеснительная А то, что кто из нас Именно В доле Типа, да Потому что как и про грусть Мы тоже, ну вот сложно Очень ответить И там про веселье Кто из нас самый веселый Например Тоже же сложно ответить Непонятно Вообще непонятно Так, ладно Кто из нас самый Давайте преданный? Ну блин Тут кажется Преданный к чему? Ну это то, что задают Что я сделаю, девчонки Я не знаю Мне кажется Мы все преданные Все Давайте себе нальем просто Давайте, да Не колпачимся А ничего, что у меня нет Какого-то А? У тебя все закончилось? Вылить стакан аллей Своего Вылить стакан аллей Нет, нет Туда обратно Не получится у тебя Вылить Ну если только там Только если Кто из нас Больше всего спит? Прости Вы просто не представляете Насколько Сколько спит этот человек Насколько он просыпается А давайте теперь попросим У нас чат вообще Есть? Все норм? Жив? Чат просто Чуть успокоился Скажите, пожалуйста Давайте Давайте тогда вы Сейчас будете Выцеплять вопросики Давайте вы поспрашиваете Кто из вас И мы что-то рандомно Ответим И также зальем Чтобы с вами Немножко в коннекте Побыть Мы ждем Кто из вас Самый популярный Кто из вас Ну, ребят Вопросы Можно нормальные вопросы? Кто из нас Самая высокая, кстати? Настя Ура Ура Наконец-то Кто из нас Нет Что, что, что Мы пытаемся Выцепить Кто из нас Блин Ну, давайте Какой-то интересный Такой Но не слишком Интересный Но Что-то не вижу Вообще Так летит Что-то не вижу Говорит Ну, так Ничего не видно Кто Ну, блин Больше любят животных Тоже Мы сегодня все ездили Мы еще не все Прониклись Этой любовью Так Кто из вас Самый задумчивый? Вот я увидела вопрос Моментами Да, как будто Периодами, девчонки Все могут быть Иногда В сериале побывать Вот так вот Много умомуем, естественно У кого Ну, вот У кого из нас Громче смех? У Иры вообще Заливается Да У Иры Даже голос пропал Кто старше? Кто старше? Ой, я старше Да, ну давайте Наливаем тогда Чего мы сидим Просто отвечаем Наливаем Если честно, мне кажется Девочки, у нас скоро Будет очередь Образовываться В одну прекрасную комнату Как? А Ну ничего Сходим по очереди Я могу День Кто из нас Больше всего верит Давайте в Вот тут я увидела В гороскоп Но вы давайте Вот как? Ну, мы все верим В гороскопы жестко Мы все интересуемся Этой темой И развиваемся В этом Астрология Занчелавейка Ну да, ну всякие медитации Чаша Единственное, что я смотрю Это в ТикТок Гадания И потом Потом не можешь Ну подожди Ты заходила на чаши С нами Да нет, нет Это же не астрология Да? Ну в целом Вся эта тема Нет, тоже все поддерживаю Поддерживаю Так, что там еще есть? Кто из вас Больше всего Не любит готовить? Настя, да Как будто Как будто да Я тоже вот так думаю Что я завтра Могу готовить Заметили у меня состав Идеальной женщины Долго с пепелью подготовить Настя, это правда Так А кто из нас самый пунктуальный? Вот про опоздание мы поняли А про пунктуальность Как будто Кристина Она мне пишет Встречаемся В 17.22 И теперь реально приезжаем В 17.22 Ну кстати, Кристина Единственный человек Кому я стараюсь Тоже в 17.22 Приехать Ну да Ответственно относимся А, кто из нас самый ответственный? Кристина Кристина, да, наверное Ну мы все Когда надо ответственны Ну когда надо Да Все норм О, вспомнила вопросы Которые были Кто из нас первый выйдет замуж? Ну давайте без этого А мы голосуем? Да Я не планирую замуж Так, хорошо Кто из нас последний выйдет замуж? Ну как будто есть, да, вайб? Ну да Не наливай Ну налейте, бля Блин Ирина Почему вообще у тебя? Теперь вопрос Кто из нас первый родит ребенка? Туда тоже Ну капельку Баря, ты че? Хорошо Кто из нас последний родит ребенка? Пон А мне кажется, ты малая Ну и узнаем Мы же вообще договорились Мы одновременно Ламать Пон Пон Так, хорошо Кто из вас самый романтичный? Ира Стопроц Романтичная? Да, я думаю, что да Малышечка Моя Мила А, еще Арина, подожди Я не налила тебе Да все, блин, вообще Так Кто из вас Самый жадный? Никто Мы все добродушные люди Сейчас мне представьте Все быстро Тогда я уйду Давай А кто из нас самый обидчивый? Нет, давайте Кто из нас самый ранимый? Вот так Мне кажется Ну я согласна А, ну я, кстати, вам двоим Можно тогда залью? Ой, ну естественно Я поняла Но давай не будешь лить Что-то опасно Ну да, короче Ирине тоже, типа Ну есть Помните, как я расстроилась Когда мы были Где, в Милане? В Париже мы были А можно рассказать? Расскажи, ладно Короче, мы сидим Только не преувеличивай Когда такое было? Короче Мы отправились на Турбасе В поездку по Парижу Обзор, экскурсия Короче, мы поехали на Вот этом американском автобусе Двухэтажном Лондонском Знаете, когда вот это вот Туристический бас Да, где ты смотришь Со второго этажа На все прелести города И мы прямо Чиканули Небольшая предыстория того Что до этого Мы купили Потрясающие пирожные В пекарне Которые В которые вообще Очень сложно попасть Нужно отдать очередь И у нас огромные пирожные Их очень много Два или три Два или три, кстати У нас было очень много Какое-то громадное печенье Два капкейка Огромных И в итоге сидим Как-то А мы почему-то с Ариной Сели вместе Опа Опа Че такое Классная буря Егор Че такое Это что значит Это то самое Ну, я думаю, да Что? Вы про что? Так История Возвращаемся к истории Да, я не прав Да, стоп Короче, у нас Очень много еды Мы сидим с Ариной вот так И Ира села На стаде нас Так мы знаем Мы же только что Про это посмеялись Я просто не обратила Внимания на На мопонии Крис, так я не могу Короче Мы с Ариной Кусаем пирожное Друг другу Вот так даём И Ира А, она такая Просто Я не знаю, как-то так получилось Что, а мы с Ариной Были на угаре С этого пирожного Нам было очень весело Так Короче, мы кусаем И Ира просто Вот так вылазит Вот так Дайте мне Ну, между нас Ну, нет Да нет Ну, это было так Дайте мне И мы с Ариной Просто Ну, как и любой Человек, который Испытывает эмоции Мы испытали С Ариной эмоции Мы посмотрели Друг на друга И сделали вот так Ну, в шутку Как бы У нас нет такого Что мы друг с другом Общаемся тактично Никогда А у Иры Ты пошёл? Сейчас, пойдём Она поехала на КТО А что с ключиком сделать? С чем? С ключиком Кому оставить? На ресепшене На ресепшене Сами знаете Для какой квартиры Спасибо 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 большое А пока, Анютка Хорошо У вас здесь ключики лежат? Анютка, спасибо тебе Спасибо тебе Аня Аня Тот женщина Если что, вы там Когда тебя наберётесь Заканчивать Там есть кнопочка Становить трансляцию Где? Да, вижу Вот её кликнет Подожди, запустить Подожди А, да, вижу Пока Пока Спасибо Ой, ушки слетели Пока, Асики Ай Аня, спасибо тебе огромное Да, любым Целуем Тебе все пишут Пока, Анют Тоже Чатики Короче Рассказываю дальше На чём основе здесь На том, что мы с Ариной Я вот так вылезла Типа говорю Дайте мне, пожалуйста Да Да Дайте мне, пожалуйста Нет Это дайте мне Ир Мы за правду Мы честные люди И мы издали с Ариной Эмоции вот такого формата И Ира такая Не надо Ну, короче, нет На самом деле Ира очень устала И она была Ну, знаете Бывает такой период Когда ты эмоционален И когда тебя спасёт Только пирожное Которое ты видишь перед собой Или спасёт На самом деле Взять и поэмоционировать Взять и поплакать Ну, короче, я расстроилась Что у них Именно реакция такая Произошла Что они Я как будто бы подумала Что они Не хотим с тобой делиться Не хотим с тобой делиться Пришёл Берил Но мы хотели И просто мы Которые всё всегда Друг другу отдаём Последнее пирожное Именно стало Роковать причиной Таких вот Девочки Ну, я сидела Я сидела Я, короче, я расплакалась Но потом Как-то мы Выровняли эмоциональное поле Ну да, и оказалось Да, что никто не виноват Никто не виноват Да, и в общем Поэтому, да Наверное, у меня есть Немножко черта Вот именно в эмоциях Могу немножко себя Не контролить А так в целом Всё норм Так, давайте посмотрим Донаты Сорян, всем стримерам Но я Нет, нет Не читаем Так, дальше Ира, передай привет, пожалуйста Аня Лавс Девочки, вы прекрасны Ира, выходи за меня Произвести любовь Вы любовь Все мы вас Очень сильно любим Спасибо, что уделяете нам Время на этом Стриме Потому что, правда Мы вообще Ну Мы к нему готовились Долго на самом деле Кстати Я нашла интересный вопрос Можно быстренько Кто из вас Самый предсказуемый Это очень классно Типа, вот мы знаем Ну, это вот Этот человек Допустим Или вот это Самый предсказуемый Который Ты не ожидаешь Что он сделает что-то Что тебя удивит Но не в плохом смысле То есть Можно Кто самый стабильный Наверное Ну да Самый Да А давайте уже пальчиками Типа, ну типа так Мне кажется Кристина самая Осознанная То есть у нее не будет Такого, что она такая Бам И выдала нам вообще По первое число Я считаю Кристина Наверное Но это просто Мы все на самом деле Как бы Не делаем фигню Не творим Кстати, увидела Интересный вопрос В чате Несколько раз его задавали По поводу того Кто из нас Первым выпустит трек Тут, кстати Немножко другая история Мы с девчонками Года полтора Наверное Назад хотели выпустить Совместный трек Я не знаю А, Настя не знает Ну, короче, да Мы хотели выпустить Трек Совместный Режа не получилась Ребят Пародию одну Хотели снять Но вот уже Прям уже Собрались Но в итоге Ну, короче Слава богу Короче, повезло всем Потому что Было бы капец Правда Честно Сейчас мы это осознаем А я с вами не знакома была Нет Да, мы тогда Не общались Пока, Анютка Пока Пока Ой, побежала Варя, вернись Выбежал Ну, я думаю, что с кто из вас Наверное, все Да, закончим Или что делаем Девчонки Все красотки Можете передать привет, пожалуйста Максиму Максимчик, привет Привет Сейчас все кое-что Так Иди сюда Инстерина, передай приветики Витя, приветик И Ванька, приветики Кто-нибудь из вас сейчас может Давай Что-что А, нет, все, норм Все, норм Тебе помочь? Нет А мне просто Витя надо У меня это А приветы Выйдет случайно? Привет Привет Приветики А я передала Витьке А вот еще И Максиму я передала Я успеваю видеть Ребят Расскажите, как у вас С Новым Годом Вообще Если у вас Новогоднее настроение Вайб присутствует ли Расскажите, как, может быть Будете праздновать Какие планы Правда, интересно Январские праздники Нету, нема Почему? На самом деле У меня тоже не было девочки Если честно Вот как будто он только сейчас Чуть-чуть появляется Когда мы с вами все в ушках сидим Елочка сзади Такой вот красивый Просто как будто Когда много работаешь Немножко сложно Да, переключиться Согласна Не знаю У меня очень жесткий Новогодний вайб Как я вернулась в Бали Это было в 20-х числах ноября Я поставила сразу же елку Украсила все И прям Отжиду Нового года Главное, чтобы елка не стояла до марта Только у всех нормально Не, я в январе ее разбираю Знаешь, ты забыла про елку Вы будете наряжать? Смотрите, какую она красивую Я хотела Забыла А вы девчонки А я Что ты меня скажешь? Да, будем Будем А ты куда-то руку подожишь? Почему мы стримимим у Ани? Потому что у нас не получился Потому что мы в Медолазге Стрим у меня дома Да, у нас нет ни проводов, ни камер Как оказалось Поэтому у нас приютила Аня Кри, это все Вайп присутствует Кто из вас дольше всех собирается? Все Нет Нет, мы с нас Девочки, когда мы были в Турции Это просто жесть Это была жесть Мы с Ирой вставали в 7 утра Шли там на йогу На завтрак Не ждали пока девчонки Два часа дня выйдут из отеля Хотя бы на обед Вы не понимаете Пассивное тело Это когда У нас с Ариной сошлось, правда Это не миф Это действительно так Арина, спишь Объясни людям Короче В чем смысл, понимаете Мы не любим А, тренировки Утренние особенно Там в 7 утра Ранние подъемы Ранние подъемы Что еще? Быстро собираться Быстро собираться, да Когда у тебя все подгоняют Резко вставать Резко вставать И что? Ну, когда торопят, наверное Ну, короче, мы спим Сколько хотим на отдыхе Потому что, извините Кто много работает Кто много отдыхает Конечно Нам было в кайф Она сыра нравилась Да, мы рано вставали Шли на море На йогу Потом кушали Что-то быстренько делали Но когда я была С девчонками в Европе Втроем Понятно, что Одна против двух Это не варик И, конечно же Я тоже подключилась Подрубилась в эту историю Собирание 4 часа Ну, блин, ребят Ну, да Варианты Собираемся по 4 часа Сейчас все девочки В чате поймут Когда у вас Одна ванная У вас трое женщин Прекрасный Которых нужно собраться Извините Как бы Что вы хотите Еще в Европе было Сколько у нас было розеток? Одна Нет, ну Ну, нет Ну, три тоже Ну, ладно В Турции было так же В Португалии было так же Хорошего вас прямо Спасибо Спасибо, ребятки За донатики Илья, Полинке Спасибо большое Такс Короче, это вот были Небольшие истории Про то, как мы собираемся Долго Очень долго, девчонки Реально Поэтому в поездках Мы с Ирой живем в одном номере Девчонки в другом И у всех клуб поинтересам Кто на йогу Кто спит Да, особенно когда Я любила Когда мы просыпали Даже завтраки И просто такие Сразу к обеду Мы еще с Ариной покупали Принглз И кока-колу Там есть вот такая Кока-кола Вот такая Лил Она прям, знаете Ну, типа Я не знаю, как объяснить Прям маленькая Прям вот такая Реально Такой маленький малыш Так Ну что Погнали дальше Тогда с вами Что, будем отвечать На вопросики Общие или А я, кстати, хотела Спросить у чата У нас с девчонками Были такие мысли Поехать в начале Января, типа, в Карелию В Мурманск Хотели посмотреть На северное сияние На китов На китов Но честно Если в Мурманск Эта идея Угадайте, чьям Посмотреть китов Я люблю природу Короче, просто Чатик Кто живет в Мурманске На севере Ну, как там С китами дело Я люблю других китов Если честно Я не могу вообще Квести Давайте сейчас Любим Давайте сейчас Согласна Новый год Как бы В Мурманске Let's go Приезжайте Нет у нас китов Это все Зато честно Это все был маркетинг Зато честно Супер, спасибо, ребят Все, тогда мы не едем Ну, подумаем там Досуг Кстати, давайте расскажем Кто-то планирует А, ребят Кто-то планирует уезжать После Нового года И своего места Как бы проживания Вы планируете Девочки В плане В путешествии Ну, куда-нибудь Да Да Ну, планы есть Планы имеются Имеются, да К тебе Скоро все увидите Все все-таки Кто-то в Грузии Вот я вижу Нет Нет у нас деревни А что про китов? Да, в Москву Кайф Напишите про китов, пожалуйста Сочи, кайф Кристине в личку, пожалуйста Про китов Статью Да, можете, пожалуйста Турки Китов Проверенную Пожалуйста Чтобы человек Он узнал, куда он едет Да, реально Карелия, сердечки Как бы мы, Кристина, одну не отпустим Понятное дело Китам Китам Если съедят так Выпрыгнет и все Такс Лады Чего? Опа Только что задонатили нам Ирина, привет, пожалуйста Славе Слава, привет Арина, передай Привет Даниил Даниил Привет Вот она Кристина Барька, блин Ну чего? Он так болтает Я не могу Ответил Сынок Так, как будем отвечать На следующие наши вопросы Которые нам в телеграммчике наши задавали Нам задавали общие вопросы И каждый И каждый личный Давайте с личных Сейчас поотвечали на общие И можем Хотите, чтобы мы, ребята, поотвечали на личные вопросы Или лучше на общие Давайте вот как-то вот С чего начнем Вопрос с вами Давайте сразу обозначим Типа, например, белые сердечки за личные А синие за общие Чтобы мы Так нам будет просто понятнее Давайте Белые сердечки личные вопросы Синие вопросы для всех Личные, да Личные, личные Ну все, окей, начинаем Личные вопросы Ну личные, понимаете, что личные вопросы в плане Сейчас как будто бы что Мы делали эти все вопросы в телеграмме Так что все, кто успел Их уже задал Личные Да, мы каждые выбрали для себя Пять вопросов И сейчас по очереди будем на них отвечать Но личные вопросы не в плане, ребят Типа, там, личного характера Мы сами выбрали эти вопросы А что индивидуальные Для каждого вопроса Барька Просто, честно, я знаю На запровод хочет, а? Девчонки, очень много вопросов в чате Про наш рост Давайте по очереди ответим Let's go У меня метр шестьдесят восемь У меня сто семьдесят Сто семьдесят? Думаю, одного роста У меня где-то сто семьдесят три Да Мы сидим по росту Да, по росту Получается Сейчас я заскринила Сейчас эти вопросы А кто на... Давайте по очереди Начинаем с Насте Го Кистина все разрулила Китов разрулили Вопросы не разрулили Ребят, про китов не увидела Ни одного ответа Ответьте мне, пожалуйста, про китов Кристина, тебе в личку уже все пришло Кристина, тебе в личку уже все пришло Кристина, тебе пришлют Я хочу знать про китов Прямо сейчас Прямо сейчас? Нет китов Крис, как Алинка подготовилась Китов съела Как красивая коса Надо же такую косу иметь, смотрите Своя Красотка Выросла За ночь За ночь Настя, поделись Такая вот Такая вот девчонка Так, давайте быстренько первый вопрос Ой, это что такое? Это... Ой, я думала, это кот А кто это? Так, ну что? Это Арина Вот так вот рукой Так, у меня... Варя, что творишь? Давай, давай Excuse me Так, у меня вопрос Будешь заводить свой личный твич? Стримить по возможности? Честно, я очень хочу это сделать Делать совместные стримы с кем-то Вот мы с Егором планируем сделать стрим Опа Что еще? И, ну, типа без особого расписания Просто когда будет настроение Раз в недельку минимум я очень хочу это делать Молодец Ну вот, кратко понятно Кратко и по делу Крисия, можешь ты сейчас? Я просто не нашла вопрос Да, давайте У меня все записано Но мы, кстати, кратко будем отвечать Потому что я прям такие Развернутые ответы, мне кажется Буду говорить Просто главное, скучно не было В плане, ну, вот Не слишком долго, наверное Вот мне много вопросов задавали По поводу моего образования На кого я училась Как проходила моя студенческая жизнь И было ли мне тяжело У меня два образования Первое образование я училась в архитектурном колледже Закончила его с красным дипломом А потом пошло что-то не так И я еле-еле закончила университет Пошла по той же специальности Училась пять лет В итоге шесть Меня один раз вычисляли За неуспеваемость Никому не советую Вуз, который находится на Юго-Западной Начинается на R Полностью название не буду говорить Но студенты Вот скоро вы будете поступать Одиннадцатиклассники Никому не советуете В этот университет Вот Вот так вот Вердикт сделан Алинка Метро Юго-Западная Начинается на R Мы все поняли Вы поняли Да Так, ну что, let's go Let's go Кто следующий Ну могу я Если что Давай, давай, давай Опа Поскакал Сейчас он тут нам настроен Какой он красивый Вы просто не представляете Привет, Соня В Рязань Может быть и приедем Максу тоже приветики Так, дальше Для меня Какими стилями танцев ты владеешь Или изучаешь Есть ли еще какие-то стили, которые ты хочешь освоить В целом я преподаю джаз-фанк и женский хип-хоп Но, конечно же В моей жизни было В моей жизни было много стилей И контемп И бальные танцы были И хореография была просто И, я не знаю, там, high heels, walk Все пробовала Хочется развиваться дальше Пробовать новые стили Но при этом я не стремлюсь К идеальной технике В том плане, что Я не хочу владеть Там, например, идеально Да, контемпом Идеально там народными танцами Идеально бальными И так далее То есть мне Не хочется быть, как бы, скажем так Идеальной во всем И Я считаю, что вот Те стили, которые там, например Мне сейчас интересны В данный момент Я тоже далеко не профессионал Просто вот мне нравится Что я делаю Мне нравится, как я Двигаюсь Как я могу Преподнести информацию Своим девчонкам И для меня это самое главное Что они могут начать Кайфовать от своего тела А для того, чтобы развить Свою технику И быть профессиональным танцором Конечно, это немножко Другие учреждения должны быть Это либо тоже Хореографически поступать В институт Либо в профессиональные Какие-то команды Да, комьюнити Объединение И Это немножко другая история Когда вы батлитесь На фестивале ездите Я тоже это проходила Это немножко не мой стиль Не для меня Я больше за то, чтобы кайфовать от себя В отражении в зеркале Чтобы мои девчонки кайфовали Чтобы Вот именно Был вот этот вот Жизненный мотиватор Жизненный поток И любовь внутри И любовь вокруг Короче, со всеми Поэтому у меня такая философия По поводу танцев Но развиваться хочется В других стилях Однозначно Например, в джерси Пум 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 Реально хочется Скоро, кстати, увидите Какое-что интересное Дам Дам Что? Так что да Аринка И этот Кто? Подожди Все пропало Ну где? Надо было же Типа вот фонарь Так Ну короче Арин, давай Мне Меня очень порадовало Что были прикольные вопросы На самом деле Было очень сложно выбрать Сколько мы вообще-то говорим? Четыре-пять? Ну да, типа того Вот Вопрос, который мне понравился Больше всего И я считаю, что он один из самых важных Важных Был ли у меня период Когда я не понимала Что я хотела в дальнейшем Была ли не любовь к себе И как с этим можно справиться Я думаю, что у каждого человека Есть переломный момент в жизни Когда все идет не так Как мы планировали Как мы хотели И мне кажется, что Очень важно Этот период распознать И его правильно вообще Ну Использовать Чтобы в дальнейшем Все было окей Тоже важно понимать Что как будто у всех Есть такой период И типа Это не страшно Страшно ничего не делать И остаться в прошлом А не идти в будущее Вот Хорошая реверка Ну короче, я думаю, что Молодец Все Молодец, нет Поддерживаю Марину Да, вообще И ребят Ну у всех трудные периоды есть Когда ты не понимаешь Особенно вот в таком Подростковом возрасте Все, я думаю, здесь какие-нибудь Ну вот Кстати, напишите кому сколько лет Давайте узнаем Водраст нашей аудитории Которая сейчас здесь Я думаю, что многие Либо только будут поступать Либо поступили И возможно им не нравится То, на кого Вот, они учатся Вот я вижу 19, 20 21, 18 Это самое крутое время Сейчас у вас Для того, чтобы Вообще себя слепить Себя сделать И самое главное Мне кажется, что Нужно вообще пробовать Все, что вам интересно Абсолютно Абсолютно Вообще не важно Кто вам что скажет Кто вас там Не поймет Ни подруги, ни подруги, ни друзья Ни парни, ни девушки Не надо никого слушать Реально себя Типа Все равно Это будет только плюс А не минус Вашей жизни Поэтому Любой опыт Не узнаешь Да, любой опыт А еще Очень важно Изучать языки Много читать Это вам потом В будущем Очень сильно вернется Ну не знаю Вот мы, например Ну вот Кто из нас Тут хорошо идеально знает Английский? Нет Нет, я к тому Очень классно Если вы попробуете Итальянский, французский Немецкий, английский Попробовать Начнем Вам это в будущем Очень сильно поможет Поэтому не ленитесь Учите языки Потом будет сложнее Английский как минимум Да Потому что Когда приезжаешь В некоторые страны Получаются Очень интересные ситуации Да, да У нас были смешные ситуации Это просто Давайте расскажем Какое-нибудь смешное Ты у нас каждый день Какой-то смех там был Ужасный Я не знаю Помните, когда мы сидели В бодруме На качелях И вот это Но English Да, она в невыдуманном языке Начала болтать Да Начала болтать Ну да Было просто На самом деле Веселое настроение К нам подошел молодой человек Он на английском Турция Да Он на английском Такой типа Как вас зовут? Типа Ко всем Очень понятно Что это такое Есть ли у вас инстаграм Я придумала Реально крутой прикол Так вот Немножко разбавить Да Атмосферку Просто отвечать ему На языке Которого не существует И он стоял С переводчиком Со списком стран И типа Покажите из какой вы страны Что это за язык Ну короче Блин Ну вот такие Аля-ля-лей-т Мы начали смеяться с прикольчиком. Он понял, что что-то тут не так. Тоже смеялся, то есть мы никак его не обидели. Он просто посмеялся вместе с нами и пошёл дальше гулять. Или мы убежали. Короче, если кто-то с вами разговаривает на непонятном языке, подыграйте и уходите. И можете тоже в ответ говорить что-то непонятное. Короче, вот такие вот дела. Дальше. Всё? Мы ответили на вопросы же? Настя, дальше ты, получается? Я забыл. Так. Настя. Ну, тут котик наш спит, милый. Жалко, не видно, но, короче, он прям... Молодец. Вот у меня такой вопрос был, будешь ли ты создавать какой-то свой бренд, одежда, косметика, может, курс какой-то. А на самом деле, в дальнейшем, естественно, мне очень хочется сделать либо коллекцию какую-то своих вещей, может, какая-то ещё гениальная идея придёт в мою светлую голову. И у меня был опыт с тем, что, так как немногие, наверное, из вас знают, то, что я писала картины абстрактные, я решила сделать крутую тему с дизайнером. Я придумала вещь в боди. Сама придумала, между прочим. Мы переносили очень долго принт с картин на это боди. Я выложила и думала, так вот сейчас вот это, потом ещё несколько вещей. И в итоге пропал у меня, запал на самом деле. Там кто-то писал, откуда, откуда, где взять. И я такая, да, круто, круто. И всё, и у меня отлегло. Возможно, просто появились другие интересы, но в будущем 100% чего-то такого стоит ждать. Короче, ждём, будем носить надежду Анастейшей. Ну куда ты денешь? Конечно, амбассадорство будет 100%. Так, Кристина, твой вопрос. У меня было очень много вопросов про мой бренд, как я начала им заниматься, и вообще откуда ноги растут. На самом деле всё началось довольно давно. Я ещё училась тогда в седьмом классе, мне было 13 лет. Тогда не было Алиэкспресса, и был сайт eBay. И меня мама научила заказывать оттуда, ну, всякие штуки. Я начала с бижутерии. Я заказывала оттуда кучу всякой китайской бижутерии. И сделала группу ВКонтакте, мне 13 лет было, и продавала её там. Там цены были типа 150-200 рублей. Вот, потом группа стала развиваться, я туда стала выкладывать всякую одежду. Чё, горай! Ну, мы слушаем, правда, интересно. Я начала выкладывать всякую одежду, кепки, снапбэки, помните, раньше популярные снадписи. Суприм были вот эти вот. И обэй. Да, обэй, обэй. Ой, мечта моя, слава богу, мне никто не купила. Я занималась этой группой ВКонтакте где-то 7-8 класс, там было очень много подписчиков, она была довольно популярная. Я как-то даже скидывала к себе в Телеграм-канал и зарабатывала в месяц где-то. Девочки, ну честно, не хочется рассказывать. Это всё, пожалуйста, Кристина, это надо одним словом из одного случая. Да, на какого? Ебей. Ебей. Мы знаем. Вы знаете, как это называют? Возможно, просто... Это просто как в школе Кристина. Это не... Ладно, я не буду больше отвечать дальше. Нет! Потом, потом, потом. Давайте дальше. Всё, я сбилась. Давайте дальше. Кристиночка, прости, пожалуйста. Всё нормально, давайте. Мы просто смеялись над словом. Давайте дальше, я потом вернусь. Лина. Нет, Настя. Это что было? Вопрос. Сейчас. Сложно ли справляться с выгораниями? Есть ли они вообще? Что помогает и может быть что посоветует? Я думаю, что это на самом деле у нас у всех. Есть выгорания вообще у всех людей. У нас с вами в том числе они были. Мы друг у друга переживали эти моменты вместе. Выгорание в творчестве, в работе, наверное, спасает вот как раз-таки друзья и какое-то разнообразие путешествия. Я думаю, вот так. Но тоже важно, как будто понимаешь, что они тоже у всех бывают. Типа не важно, чем вы занимаетесь. Абсолютно. Всё. Я думаю, что вот так. Так, минута. Всё хорошо. Я просто сбилась. Мы вообще не имели в виду. Да всё нормально, девочки, я просто сбилась. Всё, давайте тоже не нагнетайте. Так, мне задали вопрос. Почему ты решила стать моделью и как начинался твой путь? У тебя есть высшее образование? Прикольный вопрос. Вообще, я когда была маленькой девочкой, я вообще себя, знаете, не очень как бы считала красивой или вообще даже как будто не думала об этом. Вот. И был такой момент, когда мне было лет 15. Я помню, что я иду в магазин Перекрёсток за Kinder Surprise. Всё как надо. И ко мне подходит девушка и говорит, привет, а какой у тебя рост? Серьёзно? Прям так было? Да. Я такая... Как его это... Как скинул? Я такая... Я такая... Я такая... Не знаю, чего... А вы кто? И, короче... Это скаут был какой-то? Я не помню, как у меня рост. Нет, это был скаут. К тебе какой-то скаут подошёл. Ну, это подошла девочка, которая работала в каком-то агентстве и сказала, что вообще, типа, ну подумай, можно что-то попробовать с этим сделать, поэтому... Вот. И я такая думаю, блин, может быть, правда, что-то с этим сделать? И, короче, получилось так, что до меня взяли в агентство в 17 лет. Это вообще считается поздно для девчонок, которые летают и работают за границей, потому что обычно там, представляете, бывают даже такие варианты, когда девчонке, типа, 13, и мама с ней летит в тот же Китай на контракт. То есть она следит за ребёнком, пока он работает, и вот так вот тоже бывает. Но после этого у меня началась учёба в высшем учебном заведении. Я училась на гостинично-ресторанное дело. Тоже вуз мне не очень нравится, не буду афишировать его название. Вот. Но суть не в этом, суть в том, что у меня была прикольная учёба тем, что я могла спокойно взять и уехать на два месяца, например, в Китай. Вот. У меня был контракт в Китай, у меня был контракт в Турции. Вот. А сейчас я работаю по Москве с московскими русскими брендами, и тоже в этом вижу всякие свои приколы, но на самом деле как будто хочется уже куда-то уехать ещё раз, может быть, последний на какой-то контракте, потому что это особая вообще жизнь, особая... А почему последний? Потому что там тоже есть определённый возрастной приоритет, конечно. Серьёзно? Ну, тебе же всего лишь-то. Да. Тем более ты коммерческая больше как модель, мне кажется, там можно бесконечно сниматься. Нет, девчонки, есть просто цифры определённые, за эти определённые цифры нужно много где побывать. То есть вот, допустим, если девчонка летает с 14 лет по Китая, по Европам, то есть, допустим, когда ей 23, у неё уже там 10 стран, 10 контрактов. То есть там вот так всё происходит. Вот. Поэтому сейчас... Сложно, ну, интересно очень. На самом деле вот всегда докажется в детстве, что профессия модели, что это так всё легко, сказочно, на самом деле это так сложно. Вы знаете, как будто, ну вот когда я полетела вообще в Китай первый раз, я, во-первых, до этого нигде абсолютно не была за границей. Сколько тебе было лет? Ну, мне было 18 лет. Я вообще нигде не была за границей, даже там в Египте, в Греции, ну, какие-то обычные, знаете, направления. Меня это просто ошарашило, я там, ну, увидела много всего для себя вдохновляющего, познакомилась со всеми людьми, которые сделали для меня много в жизни, ну, просто какие-то знакомства, которые меня вдохновили и остались до сих пор. Вот. Короче, прикольно, я думаю, что нужно об этом будет рассказать поподробнее, возможно, где-то в другом месте, потому что сейчас... Как будто, короче, длинная история. Мне кажется, это вообще всегда очень актуально, потому что кто-то кого-то отдают на танцы, на пение и так далее. Чтобы это вдохновило. Да, очень многие идут в модельную школу. Я вот почему-то много сейчас слышу историй, то, что родители отдают девчонок. И всем интересно, как это, как попасть, как... Да, самое главное, мне кажется, что этот модельный бизнес — это путешествие, это знакомство и это уверенность в себе, потому что вот это — это самое главное, что вас вообще очень сильно может направить также в жизни. Когда ты уверен в себе, ты можешь заняться абсолютно любым делом, и ты себя чувствуешь в этом, ну, нормально. То есть ты можешь идти уверенно вперёд, и тебя не будет ничего останавливать. Вот. Yes. Yes. Ну что, удачи, Настя. Очень научительная, интересная история, я считаю. Так, у меня был вопрос, не могу его найти. А, чем ты занималась в детстве, чем увлекалась? Я рассказывала не один раз о том, что у меня есть стаж десятилетний народных танцев. Кто? Ну, не знаю. Про народные танцы. Да. Да. Вот. И на самом деле коллектив, который... Он до сих пор существует, там вообще, не знаю, сотни, наверное, человек разных возрастов. Но танцуют они до сих пор, кто-то остаётся прям всю жизнь, действительно, из таких историй. То, что, допустим, начинают там с десяти, с шести лет и остаются, да, самые старшие, по-моему, было сорок с чем-то. Ой. Да, и я когда уходила из ансамбля, то есть десять лет, было сложно, потому что всё-таки большее количество людей склоняется остаться, продолжать, и мне так было перед ними немножко стыдно. Почему ты не находила остаться? Потому что это был другой город, это Воскресенск, а я хотела после девятого... Даже в Москву. Да, я хотела в Москву, и у меня... Ну, так как это народные, кто занимался когда-нибудь народными танцами, вы поймёте, что у вас начинаются большие, ну, или небольшие проблемы со здоровьем, это колени, это там спина. Да, а мальчики вообще, они там... Они же там двигают вообще люто, приседают, прыгают, да. Вот, мальчики все у нас там очень много перекалеченные, вот. И в итоге это был очень крутой опыт. Я рада, что моё детство прошло именно так. Мы очень много гастролировали именно, мы были даже на острове Тайвань, Европа, тоже Париж. Мы даже в Диснейленде вообще-то выступали. Вау! Да, я это вспомнила, когда мы были в Диснейленде. Да, ты рассказывала, да, ты рассказывала, это очень жёстко. И учитывая, что это небольшой город подмосковный, то, что мне удалось столько всего увидеть, как-то свой кругозор расширить, это очень круто. Что у меня не было времени на погулять с подружками, которые там начали уже с какими-то... Да, да, кстати, это тоже вот причина, почему вот легче вот этот, ну, не начинать пить, скажем так, грубо говоря. Ну и скажи, что в этом тоже вот могу провести параллель, что вот, например, модельная и вот танцы, да, это типа то, что ты погружаешься в это с головой, это отдельная жизнь, в которой есть определённые люди. И у тебя, в принципе, а-ля там есть какой-то график, то есть у тебя как бы, ну, понятно, что будет там через месяц и всё такое. И это тоже как бы с одной стороны прикольно, потому что есть дисциплина определённая, а с другой стороны она тебя как бы и держит, ну, иногда, что ты там должен, ну, то есть, что есть какие-то обязательства перед людьми. Да, 100%. Это тоже... Ну, мне кажется, лучше так и ребёнка своего в детстве занять, но тоже не очень то, что у него там 10 всяких заданий, да, в день, но что-то, что бы он должен делать в любом случае. Затчик, он спит. Он снул. Так, теперь Кристина. У меня был вопрос про тату. Можно перед тем, как ты начнёшь говорить? Нет, потом я хочу сказать... Да всё хорошо! Да не, да ничего не произошло! Да всё хорошо, ничего не произошло, давайте не будем на это внимание акцентировать. Ну, а подожди, ну, в смысле, всё хорошо. Я не знаю, что ничего не произошло, но я хочу извиниться перед тобой, потому что, ну, типа, неловко от того, что я теперь сижу, загоняюсь и не могу слушать девочек нормально, потому что я же вижу, что расстроилась. Я не расстроилась, просто не люблю, когда меня перебивают, и всё окей, всё окей, девочки, всё нормально, всё нормально. Да, давайте не будем акцентировать на это внимание. Ну да, серьёзно, давайте потом... Я не обидчивая, никто не обиделся, всё окей. У меня был вопрос про татуировки, на самом деле, тут ответ очень маленький, я... у меня нет тату, я их себе не планирую делать, не говорю, что никогда, но я считаю, что тату вообще женское тело не очень красит, но это лично моё мнение. Мне нравится, как выглядит тату на чужом теле, но себе бы я его никогда не сделала. Мне кажется, женское тело прекрасно само по себе, и ему не нужны никакие украшения. Может быть, лет в 45, я бы не знаю, забилось, но сейчас вообще... Рукава! Какие-нибудь, да, кирсинг-рукава. А почему? Татуировки имеются, если что. Что? Это шутка была про 40 подарочек? Нет, нет, у меня... Я думала, что, может быть, лет в 45 я бы себе там что-то сделала, но как будто бы сейчас я понимаю, что молодое, красивое тело, женское... То есть, когда оно будет не такое презентабельное? Ну, типа того. Крис. Короче, девчонки, думайте, прежде чем что-то набивать, потому что у меня есть много примеров знакомых девочек, которые по молодости, лет 14-15 набили себе какие-то портаки, вот, и потом их свозят, перебивают. Вообще, нормально отношусь к другим, у кого татухи, мне нравится, как у кого-то выглядят, но себе бы вообще не хотела. А как мужским татуировкам? Да, кстати. Я говорю, на других мне всё окей, но себе бы я не сделала. Ну, у вас же есть, девчонки, татуировки. Вот, кстати, как вот с моделингом это совмещать? Всё же норма у тебя? У меня татуировка... О, Арина очень аккуратная, они, кстати, даже не занятные. Она вот здесь, и просто эта татуировка с очень большим смыслом для меня, вот, и она не чёрная, она очень тоненькая, и это как бы я сделала не для украшения, а просто вот такой жертв для себя. Поэтому, самое главное просто, да, что если вы с татуировками, очень сложно с этим правильно идти и работать, потому что, ну, вы понимаете, что это будет отвлекать от вас в первую очередь. Да, то есть где-то вот тут, тут, тут. Да, что-то большое, что-то чёрное. Что-то, если хотите, сделайте что-то аккуратненькое, но всё равно вы 10 раз об этом подумаете, потому что сделать это можно за час, а сводить вы будете потом годами. Консультация по татуировкам. Кстати, есть белые татуировки, тоже как вариант. Их не белые. И красные, кстати, ещё красные. Красные, вот. Но это шрамирование, наверное. Нет, это не шрамирование. У меня нет татуировок. Вот у нас сейчас сколько? Пять. А у тебя? Две. Ну, у меня микро-татуировки, с которой что-то значат. Вот тут у меня две. Вот. Они для меня достаточно... Ну, не знаю, я смотрю и думаю, блин, как круто было. Что-то такое. Так, что у нас дальше? Кто? Кто? Арина. А, Арина. Нет, Арина ответила. Ты. Да. Кристина ответила. Значит, ты. Значит, Настя. А, Настя на что ответила? Настя на что ответила? У нас идёт я. Народный танец, это ты говорила. Потом Кристина. Потом Арина. Арина. Арина, Ира, потом Арина. Я сейчас? Да. Так, хорошо. Что-то я вообще потерялся. Я вам говорю. Что для тебя главное в жизни? Как считаешь, ты добилась в жизни многого или есть ощущение, что ты только в самом начале и нужно работать ещё и ещё? главное в жизни, наверное, главное в жизни, как будто бы, это люди вокруг, реально, ну, то есть, мы их наполняем смыслом, мы наши какие-то занятия наполняем смыслом, да, любовью заполняем, и, наверное, вот мне нравится то, что для меня самое главное в жизни, это то, что я могу дарить любовь другим людям, неважно в каком формате, я могу словом подарить, могу действием подарить, могу поддержать, могу там танцам научить, то есть, наверное, для меня правда вот имеет смысл жизни вот в этом, вот не знаю, как будто ничего мне больше не может приносить столько удовольствия, как это, именно в долгосрочном периоде, не так, что вот в моменте я там шоколадку съела, и мне классно стало, я счастлива, мне весело, а вот в таком эмоциональном плане, да, и по поводу добилась ли успеха, ну, есть такой же момент, да, что мы всегда все равно свои какие-то действия обесцениваем, вот, например, мы там, да, от кота, вот, например, я там съездила, да, в 11 городов, все равно у меня нет ощущения того, что вау, это теперь я, ну, как бы, все, на этом можно остановиться, выдохнуть, нет, как будто хочется еще больше дальше работать, и поэтому, как будто бы, нет у меня какой-то планки, до которой я должна дойти, или до которой я уже дошла, просто бесконечность не предел, вот так, поэтому не ставлю себе никаких задач и целей особо, как бы ставлю все постепенно, понарастающие какие-то моменты именно рабочего формата, если касается, по поводу дружбы, отношений, то же самое присутствует, не ставлю никаких ожиданий, там, что надо то-то и то-то, просто живем, как оно есть, как движется, как, как бы мир крутится вокруг, так по течению и плывем, наверное, вот по такому принципу живу, вот такс. Так, у меня был вопрос, привет, очень нравится твой стиль, можешь, пожалуйста, поделиться тем, как ты выбираешь одежду? Я бы начала с того, что как раз-таки любовь у меня к одежде началась тогда, когда я полетела в Китай, и меня настолько вдохновила вообще азиатская мода, азиатские бренды, потому что тогда, в 2018 году, они уже, знаете, как будто были на 5 лет вперед, чем у нас, и тогда я узнала, что есть Алиэкспресс, Таобао и так далее, и сейчас, в целом, я как будто больше всего одежды покупаю именно на Алике, на Авито, Винтаже, и всё, вот как будто бы это для меня самая интересная платформа, потому что там вы можете найти абсолютно всё, абсолютно всё то, что нету у большинства людей, и как раз-таки мне кажется, что с такой одеждой работает только ваш вкус, вот. Вообще, я хочу утопить в массы то, что необязательно одеваться дорого и быть, типа, стильным, классным и так далее, то есть вы можете одеться вообще. Помните, мы же как-то заходили, что мы делали? А, на Насте на день рождения мы одевались специально. Ой, вообще, на сегодня день рождения в стиле кринж, ну, в стиле кринж, что-то нелепое надо было надеть. Ну, вообще, знаете, получилось такой хороший винтаж. Короче, просто у нас получилось так, что весна-лето выпало очень много дней рождения, я, я, вот, и black tie, вечерний стиль, ещё что-то, то есть, как розовый стиль. Ну, это круто, несомненно, это очень круто, но я думаю, мне так хочется сделать что-то, что-то, что я не видела. Вот, я люблю, у меня есть такой прикол, я люблю одеть странные вещи и там с кем-то, не знаю. Что? Ну, ладно, я не знаю, как это объяснить. Ну, ладно, мы чуть тупим, это нормально, мы просто не привыкли сидеть вот так и общаться. Ну, в общем, мы пошли с моей подругой Катей в... как это называется? Second hand. Second hand. Second hand. Сэшка. Да, и выбрали там просто супер смешные шляпы, платья, сумки, сумка легендарная розовая, с которой просто все не могут... Вот это вот огромная, лаковая какая-то. Да, которая как какой-то, этот, хинкаль. Да, да, такая огромная лаковая розовая сумка. А, боже мой. Да, и я поняла то, что я хочу, чтобы каждый мой друг там выглядел очень смешно и нелепо, и как-то по-смешному, и при этом, ну, естественно, без какого-то там странного подтекста. И все пришли в суперкрутых луках. Кристинин лук это Total Leopard. У нее был... что у тебя? У нее было все леопардовое. Туфли какие-то, меховые леопардовые, сумка. И мы сыры ходили... У тебя жесткий был. Мы сыры ходили целый день по разам Second hand, каким-то районным, вообще непонятным. А, это были смешные цены. Смешные цены с тобой тоже зашли. Мы заходили в Second hand и собрали там себе классные луки. Я хочу найти. Вам же было интересно, вам понравилось? Да, это было очень классно. Кстати, Мастя, день рождения очень классно прошло, очень весело. Мы были, где мы только не были. Да, мы вообще... Мы там очень классно. Где мы только не были, ребята, в этот вечер. Блин, идти бы эти фотки, сейчас я найду. Такого даже нельзя говорить тут, к сожалению. Где мы были, но вы просто не представляете, как это было весело. Поэтому, ребята, не обязательно одеваться дорого. Можно вообще всегда все найти. У нас какое-то число было? 9 июня. Просто ищите, вырабатывайте свой стиль. Вот. Потому что это все очень показывает вообще, что за человек стоит перед вами. Да. Нас Алинка научила тоже момент некоторым по поводу одежды. Вот, 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 смотрите. А, блин, тут... Давай сфокусируйся, сейчас. Ээээ... Да, да! Вот, смотрите. Вот они. Они реально. А кто рядом с тобой? Так, а меня там нету, да? А, Вера. Блин, подожди. Я уже не узнала. Вот Иришка, смотрите, с Платоном. Покажи. А, это Энфай. Боже мой! А, покажи еще какие-нибудь смешные фотки. Сейчас, сейчас, сейчас. Я такие даже не видела. Ребят, покажи. А вот ты все успеваешь. Я тоже даже, мы не видели этих фоток. Сейчас у меня еще есть поз. Так что, если хотите крутой день рождения, делайте стиль. Крилль-крилль, да. Такой вот. Это правда весело. Сейчас мы еще найдем. Пишешь... Так. Кристина лучшая? Да. Да. И что? Она наша. Мы вам ее не отдадим. Блин, а у кого-то есть эти фотки, которые, помнишь, еще на головной в чате поставили вчера? С пленки, где мы в разном. Ой, это уже не найти. Переходите в наш ТГ-канал и смотрите на эту фотографию. Да, если вам интересно, мы можем закинуть в общий наш ТГ-канал самые смешные фотографии с моего дня рождения. Блин, кажется, я их не найду. А кто нас фоткал? Так, нам, кстати, вы очень классные. Круто, что есть такие девушки, как вы, которые могут стать примером для подражания для подрастающих девочек. Спасибо большое. Это вообще, ну, наверное, самые крутые слова, которые могут быть. Какой размер безымянного кольца, как бы пальцы там. Кстати, мы у Моззи же были. Да, сейчас я скажу. 15. Ну, запоминаем, да? 15 это очень маленькая. Это мизинец. Который без, кстати, этого коммуникают. 15. 16-17. Нет, там 17, 17 с половиной, 18, 19, как будто. Или 15. Ну, короче, что-то такое, 17. Такие у меня такие пальцы маленькие. Дай ручку кто-нибудь, дайте ручку. Чтобы вы сравнили просто люди, реально я вам говорю, не шучу сейчас вообще. То есть его смотрите. Сейчас. Только что вот так. Вот так. Я не великан. А теперь дай мне свою руку, давай. Тут побольше. Ну так, поверни туда. Да, и у меня толстенькие пальцы, это правда. Ну, а что делать? Такая жизнь. Скорите, короче, кольцо, которое с размером регулируется. Не прогадай. Да. Так, а что дальше-то мы делаем? Давайте на общий вопрос. У нас еще были вопросы по поводу нашей дружбы, как мы вообще познакомились. Ой, очень. Давайте каждый, вот ты зачитаешь этот вопрос, и мы каждая как считаем на него ответим. Ну, там формулировка была такая, что как вы познакомились, как началось ваше общение. А, про это? Нет, там еще, помнишь, жесткий вопрос очень. Сейчас его Кристина прочитает. Сейчас мы ответим. А по поводу дружбы, кто хочет рассказать, как мы познакомились? Давай сначала при знакомстве, а потом вот тут вопрос. Ты помнишь, как мы с тобой познакомились? Да, мы с Ирой, кстати, так интересно, ну как интересно, это было очень мило. Классно мне, вообще супер, я считаю, знакомство. Мы с Ирой подписались друг на друга в инстаграме, она мне написала, пошли танцевать. Ух ты. Вот так вот сразу, я к ней пришла на танцы, и все. Искрабуря безумная. Расскажи про предысторию, что ты когда-то, ну, типа давным-давно, еще до тиктока, я была подписана на девочку. Гриш, что-то писал, походу, Гриш, привет. А как это узнать? Ну, все пишут, что тут Гриша, просто. Вау. А как это проверили? Ну, в общем, мы поговорим тебе, Гриша, приветики. Спасибо, что пришел, заскочил. Так, рассказывай. Я была подписана на одну девчонку, она занималась танцами, я как-то увидела, что она отметила Иру, она с тобой танцевала, я зашла к Ире в профиль, Ира тогда еще не вела, по-моему, тикток, она, ты просто тогда, по-моему, группу вела, ты вела же группу до тиктока? Короче, нет, группу после тиктока, но... Как будто бы, когда она начинала заниматься тиктоком, она снимала с кем-то танцы, там, какие-то видосики, я у этой девчонки увидела Иру, зашла к ней и написала, или увидела, как она танцует, и написала Ире в директ, типа, блин, классно танцуешь, там, что-то типа, давай как-нибудь что-то позанимаемся, что-то, в общем, такое было, это был, наверное, год 19-й, может быть, 20-й. И все, я ей написала, она мне не ответила, и потом... Я вообще, кстати, честно говоря, что не видела, это очень странно сказать, что... Ира, мы потом с Ирой года через полтора-два, когда мы уже начали там в общих компаниях как-то знать друг про друга, мы друг на друга подписались, и вот Ира пригласила меня на танцы, я подписался, может быть. Первый раз я увидела тебя на концерте, и мы тогда с тобой не поздоровались, не познакомились, а я тебя очень хорошо помню. Да, я просто тебе говорила, что... Да, я просто, я помню, я сидела на диване, я просто вот расскажу, что, ну, никто же не знает о нашем, ну, как бы, таком заочном еще знакомстве, я сидела на диване, я помню, ты зашла, я смотрю на тебя, ты такая, ну, знаешь, красивая, ну, типа, красивая, прям, реально. Я смотрю и думаю, такая, блин, вау, какая девчонка, хочется, ну, вот, прям, подойти познакомиться, но вот этот страх, знаешь, когда типа красивая девочка, ты думаешь, что она сука, наверное, какая-нибудь, ну, типа, в плане, это, ну, так всегда работает, что к тебе кажется, что тебе сейчас скажут, типа... Что кажется, подумаешь, что, типа, ой, типа, всё понятно, ясно. И я что-то не стала подходить, я помню, тогда. Ты говорила, что я даже не видела. Да, ты меня реально не видела, скорее всего. Вот, и потом, да, мы подписались друг на друга в институт. Да, Ира пригласила меня к себе на танцы. Возможно, я первая, мне кажется, я первая, наверное, подписалась. Да, да, как будто бы, да, Ира пригласила на танцы, это было очень классно. Я, конечно, танцевать не умею, это было даже забавно, я сняла какое-то видео. Но, в общем, с тех пор мы начали общаться. Потом подключилась Арина, мы тоже с ней познакомились. Плюс-минус в это же время. Вот, я Арина позвала на съёмку для своего бренда. Мы встретились вроде в какой-то, типа, в компании или на каком-то концерте. Ой, я вообще не помню, правда, у меня все с памятью плохо. Я помню, что мы с тобой познакомились, когда я тебя позвала фоткаться для моих самых первых купальников. Вот, и мы потом пошли с тобой и с Кристиной кушать куда-то после этой съёмки. А ты не будешь, когда это было? Это был май, это был май 2020 года. Да, май 2020 года, это был стаж. А как ты с Настей познакомилась, ты помнишь? Я помню. Подожди, это было в этом году, это было в феврале. Так. А вот где это было, я не помню. Это был февраль. Ну, я реально вообще... Ну, вспомни, ну, чуть-чуть. Блин, а где это было? Ты это сегодня упоминала. Да? Да, ты говоришь, Настя, мы же туда-то ходили. Вот так ты меня закинула. Да, я не помню. Куда мы ходили? Первый раз мы все вместе встретились. Давай небольшое подскажем. Ну, подскажи. Сыроватые кушали где-то. Ну, скажи. Я просто тоже не помню. Я не помню вообще. Не потому что ты не занимаешься. Мы ходили на медитацию гонг, кому-то. Ой, ой, не-не-не. Да, точно. Мы ходили на медитацию чашами, и там еще девчонки были, по-моему. Там была Настя твоя подруга. Да, Настя была. Да, мы познакомились. А, ты тогда познакомились. Да, это мы тогда познакомились. Офигеть. Это был не февраль, это был, походу, декабрь. Да, это ближе к Новому году было. Это год назад было. И мне очень нравится то, что там, короче, мы садимся, и нужно рассказывать историю того, что тебя беспокоит. А я вижу там девочек первый раз. Они, не знаю, вы насколько близко друг к другу. Ну, мы как бы делились. Нет, ну с Кристиной мы как будто вообще сразу, да? Connect just. Нет, ну мы делились уже тогда друг с другом. Мы вот втроем тогда познакомились и вместе ходили куда-то там, кушали и т.д. и т.п. А потом вот Настя подключилась. Ну да, мы уже тогда дружили хорошо. Просто то, что хочу сказать. Было очень комфортно, видя мне девочек, на что у меня такое достаточно критерии жесткие, с кем я там могу разоткровенничаться. И мне было очень комфортно. Мы сидели первый раз, делились там какими-то своими переживаниями. И я вот запомнила этот момент, да? Аноним. Рина, ты такая неприятная. Ну и аноним, он на то и аноним. Ребят, это не тратично такое писать. Ну это вообще не круто. Да. А я прочитаю. У нас, кстати, модератор просто не всё показывает, не все... Короче, несколько не пропускают, но я всё равно прочитала, потому что, ну, хейт, он на то и хейт, как бы, ничего страшного. Я такое тоже принимаю. Понимаю, кстати говоря, вот по поводу хейта, хотела поговорить тоже с девчонками, которые, возможно, выкладывают свои там видео, делятся ими и боятся, да, получить какое-то осуждение. Девчонки, живём для себя. Главное, вы знаете про себя правду. У вас, я надеюсь, есть подруги, друзья, которые вас окружают и которые, да, вас любят. Главное, это быть в любви, в гармонии с собой и с любимыми людьми рядом, и всё как бы кайф, и, грубо говоря, хейт не будет казаться таким страшным. Мы все через него проходили, как ни крути, и вы пройдёте, ничего страшного. Поэтому, если это вас останавливает развиваться в вашем блоге, например, то, пожалуйста, главное, чтобы... Это не было причиной, скажем так, вашего... Как развития и, наоборот, противоположное. Деградации. Вашей деградации, да. Ну, вот пусть будет деградацией. Короче, не опираемся на мнение окружающих, потому что у каждого оно своё, и... Ну, такое тоже надо принимать, грубо говоря. Всем не понравишься, в любом случае. Никому не угодишь, и насильно мило не будешь, поэтому любите себя, это самое главное, и ни в коем случае не слушайте какой-то негатив в свою сторону. Никто не имеет права вас обижать и ставить вас в какие-то неловкие, некомфортные, да, ситуации, положения. Пожалуйста, не бойтесь постоять за себя, отстаивайте свои границы, и не бойтесь кому-то говорить «нет». Во. Да, это реально круто. Вот меня, кстати, в этом плане девчонки очень сильно подтянули по поводу личных границ, да, вот как будто у меня с этим была беда, ну, вот не умела я говорить там «нет», например, и часто могли, как бы, люди могут пользоваться добротой, к сожалению, когда человек, ну, не умеет, да, ну, отстаивать, скажем так, свои права, это тоже проблема, и я вот благодарна, наверное, девчонкам очень сильно за это, потому что немножко в чувство привели, так, шлипочек, да, и сказали, что так нельзя, да, Ирочка, реально, в очень многом, и вот помните, как-то сидели мы, и мы с вами, никого не слушай, посибочки, но я прислушиваюсь в любом случае к своей аудитории, и каждая из девчонок тоже общается там в ТГшечках, вот я там читаю Аринка как постоянно тоже к девчонкам обращается, очень мило, приятно делится там советами, Кристина, Настя в том числе, и правда мы стараемся вот именно на позитивчике, короче, двигаться, и того же вам, короче говоря, желаем, потому что и так в мире много всего, и хотя бы мы должны оставаться с вами как бы в хорошем положении, в хорошем настроении, и стараться дарить любовь друг другу, потому что кто, если не мы? вот так, факты, факты, спасибо, так, вопрос вот, который про дружбу, да, да, давай, нам задали очень интересный вопрос, немножко такая у нас, ребята, перевелась тему на лирику небольшую, да, сейчас будет такой, может быть, какой-то стори-тейлинг, но слушайте внимательно, и запоминайте, вопрос был такой, насколько вы уверены в друг друге, и не страшны ли вам предательства из-за того, что вы находитесь, из-за того, что вас медийная жизнь и блогерская сфера, ну, знаете, разные были ситуации на самом деле, но время, наверное, показало, что, несмотря на любые ситуации, которые происходили вокруг нас, что мы очень сплоченные, дружные, друг друга не предаем, не несем никакого негатива про друг друга за спинами, и очень будем друг за друга стоять и защищать, что бы ни случилось, вот, просто через разные ситуации мы прошли вместе, и они нас вообще не разбили никак, только сплотили, и это классно. Что у нас даже ссоры, которые там были, в любом случае, они у всех есть, это нормально, они наоборот, ну, недопонимали, вот, я согласна, да, недопонимание, которое у нас там происходили, они наоборот нас в итоге потом сплочали, мы друг друга лучше понимали, мы друг другу больше открывались, мы друг другу больше говорили про какие-то возможности свои травмы или про какие-то болезненные, в общем, темы, и мы наоборот, ну, знаете, вот так вот соединялись и поддерживали друг друга, и как будто бы это действительно тебя вот с такой ступенечки вот на такую в дружбу переносит, действительно ситуации просто показательные, когда люди там вокруг, ну, знаете, ну, я не знаю даже, что привести в примере, ну, когда люди вокруг... Токсики! Например, да, мы друг про друга никогда ничего не говорили, да, мы не сплетничали... И то, что рассказываем там друг другу какие-то личные моменты там из жизни, это никогда у нас, да, не выходило не выходило за рамки нашего круга, и мы не сплетничаем... Как будто дружба это вообще очень сложный инструмент, я бы сказала, потому что, ну, не знаю, вот, кстати, классный вопрос, потом обсудим, что сложнее дружба или любовь для каждого, мне кажется, что это весомый вопрос, но как будто в дружбе вообще, мне кажется, что в этом и смысл, что все разные, что все друг друга должны на что-то вдохновлять, на что-то, ну, как бы, саппорт делать, вот, и, конечно, мне кажется, в медийном пространстве вообще очень сложно себе заводить дружбу, потому что, ну, как бы, разные ситуации бывают, и, то есть, ну, все люди разные, то есть, опять-таки, если что-то происходит, то, что тебе не нравится, это тоже нужно правильно проходить, но у нас в целом все очень хорошо, и поэтому мы часто все проводим время вместе, делаем какие-то прикольные проекты, да, интертейм-провождение, иногда, то есть... Да, мне кажется, поэтому есть такой эффект, потому что это настоящее, искреннее, и... Нам интересно друг с другом, и у нас общие интересы, всегда какие-то увлечения, нет такого, что кому-то что-то интересно, кому-то нет, все равно мы находим какие-то вещи, которые нас интересуют, исполчают нас, и мы проводим время вместе, по-разному, кстати, мы вообще там дома практически не сидим, постоянно куда-то ходим, какие-то картинги, мафии, всякие медитации, да, друг друга помогаем, подтягиваем, подсказываем, это очень классно, что мы друг с другом развиваемся, это очень важно в дружбе, чтобы друзья вас тянули наверх, а не вниз, поэтому если в вашей компании есть друзья, которые тянут вас на дно, это не ваши друзья, и избавляйтесь от них поскорее. Да, вы — это ваш окруж. И мне... Кстати, это правда так и работает, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты, это реально, ребята, отследите этот момент, правда так, и давайте расскажем про то, что мы целый месяц прожили вместе, а Кристина у нас была на Бали, а мы с девочками каждый день жили вместе на протяжении месяца, если не больше. Ну да, это реально много. И вот вы вдвоём в Европе же были весной, потом и в Турции были тоже путешествовали. И вообще никаких ничего плохого не происходило. Ты просто заметьте, как мы лучшее друг у друга всё равно берём. Есть же такое, что мы именно лучшее друг у друга берём, и вот есть какое-то качество у одной из нас, которые... А давайте их назовём, как мы считаем. Ну вот мне больше всего нравится, ну вот прям я пипец, как благодать... ну, короче, ладно. Так, нет, давайте так. Так, давайте ответим на чатик. Давай. На донат. На донат, да. Настя, подскажи, пожалуйста, какую декоративную косметику используешь и уход. Может, будет удобно сделать пост ТГ? Конечно, я считаю, это будет удобнее, шикарно выглядишь. Спасибо, ребят, мне очень приятно. Обязательно сделаю пост. Так, ждите. Так, а что там? Передайте Николь. Что она зайка. Николь, ты зайка. Давайте расскажем, кто... Я вот прям могу сейчас по одной начать. С Кристины, например. У Кристины я набралась вот этой мудрости женской, мне кажется, такого немножко терпения. Плюс, ну правда, вот для меня, наверное, женская мудрость это самое вот то, что вот у Кристинки я взялась, это можно много качества. Одно вот так вот бум, это вот она. У Аринки это разграничивает свои личные границы, однозначно. Тоже момент того, что очень много мне там рассказала Арина про как можно с людьми общаться, да, как не должны себя с тобой вести. Тоже какие-то моменты я могла не знать. А Настюша, ну это энергайзер, который вообще заполняет собой пространство своей энергетикой веселой максимально. И поэтому тоже у тебя взяла вот это, наверное, легкость. Вот так вот. А вы что? Про друг друга. Так, я читала Денат. Девчонки, привет, вы очень красивые. Как вы относитесь к Славе Бустеру? Хотели бы вы провести с ним стрим? К Славе хорошо очень относимся. Позовет, проведем, конечно же. Очень классный. Да. Чтобы он, главное, нам помог всем устроить. У меня сегодня были с этим проблемы. Ну да, мы загнались жестко с этим. Что мы думали, что будем стримить с телефона где-то в кафешке, но... Да, когда такое происходит, просто крестики, ноги, сразу в голове и все. Ничего не было. Я уже думала, что все, походу, накрывается стримчанцами. Мы гуманитарии. Но Кристина написала Аньке, и Анька нас спасла. Спасибо, Аня, большое. Она вывезла этот стрим, поэтому если бы не Аня, нас бы здесь не было. Ну и ты, потому что тоже это все рулило, блин, решало. Мы сегодня все вообще решали. Да, мы сегодня просто были в приюте и ехали домой. Нам нужно было срочно решить. Все были на машинах, что, как мы проводим. Друг, который нам должен был помочь, сказал в этот момент, что не сможем. И, в общем, сегодня был кипиш, был очень жесткий. Но мы тут с вами, так что все отлично. Все хорошо в итоге. Продолжаем отвечать на общие вопросы. Какое там еще есть? А мы как будто не дорассказали. Про дружбу? Ну, ты можешь, ну, называть качества, какие ты переняла у кого. Мне нравится... Подождите. Начну с Арины. Мне нравится ее стремление к моде, к экспериментам в стилях. Я благодаря Арине начала как-то... Я раньше думала, что, типа, мне нравилось более все простое. А потом я посмотрела на стиль Арины. Я такая думаю, блин, классно. И так идут эти эксперименты. Может быть, тоже что-то попробовать. И это очень классно, что она не боится, пробует, экспериментирует. Совершенно разные интересные наряды, которые ей очень идут. И она ищет себя, ищет свой стиль. И мне нравится, что она вот не боится этих экспериментов. Это очень классно. Поэтому я такого, ну, раньше с такими девчонками не общалась. Спасибо. Это очень классно. Вот. И плюс, на самом деле, тоже большой, конечно. Берри, мне нравится очень ее легкость. То, что она очень целеустремленная и трудоголик. Как девчонка в 19 лет уже... Мне 20 лет. Нет, уже в 19, я говорю, лет. Когда это было год назад, она уже... У нее был уже хороший левел. Она очень рано начала себя прокачивать, заниматься собой. Она знает, чего она хочет. И это очень классно, потому что в 19 лет у девчонок 18, например. Ну, я такого не видела. Это очень классно. Спасибо. У Насте мне нравится ее легкость. Что она очень компанейская, дружелюбная девчонка. Потому что я, например, более такая закрытая. Я люблю больше слушать, чем говорить. А Настя, она очень общительная. Она очень любит с нами делиться какими-то своими внутренними переживаниями. Это очень классно, что ты так раскрываешься не со всеми, но с нами. Да, да. Это очень классно, да. Этому нужно поучиться, что ты не боишься говорить все как есть. Это очень классно. Ей! Ей! Все получили свою порцию комплиментов. Комплиментов стильный. Как будто всем по 22 пишут в чате. Ну, в среднем так и есть. Прекрасно, что мы выглядим на один возраст на самом деле. По факту. Ну, как бы... Дай бог, чтобы так и было дальше. Очень долго. Хорошо сохранимся. Ну, блин. Ну, есть же сейчас, кстати, девчонки. Вот, я, кстати, заметила, когда мне было 17-17 лет, там все моим однокурсницам, одногруппницам, они прям, ну, выглядели на 17-17. А сейчас я смотрю на девчонок, которые там в 9 классе учатся. Они уже так, это, прям девушки. Да, девушки. То есть, вот, 10 лет назад как-то молодежь прям была... Молодежь. Молодежью, а сейчас уезжают девушки. Когда будут трусы с вишенками для парней? Когда Кристина мне предложит коллап? А почему тебе? Мне кажется, это должен быть коллап с каким-то модным парнем. Модным парнем? Ну, трусы же мужские. Я про вишенки просто тебе говорю. То есть, это уже... Тройной? Из-за этого. Ну, коллапы будут, коллапы будут. Кто на по знаку зодиака спрашивает? Еще прикольный вопросик. Давайте, давайте так. Как вы думаете, вот, ну, без, там, читать дату рождения. Мне кажется... Да, кто не знает, угадайте. Да, кто не знает. Как вы думаете, давайте с первого человека начнем, допустим. Ира, какой? Кто на по знаку зодиака? Ваше мнение. Мне кажется, что какой Ира, знак зодиака все знают. Нет, ну, давайте, пожалуйста, только вопрос. Те, кто не знают. Те, кто знают, не нужно вспомнить. Обезьяна. Ира, козерог. Ира, дева. Лев, рак. Рак, рак, рак. Рыбы. Лев, лев, лев. Рак. Как будто такая-то... Водолей. С подсказками, конечно. Близнецы. Так, интересно. Ну да, все. Ира, телец, или рак. Ладно, я и лев. Это правда. Так, летс гоу дальше. Оринкинс. Кто у нас, Арина, как вы думаете? Ваши предположения? Вы все раки. Да, вы все раки. Вообще раки. Ну, так вот тоже бывает. Что муж? Арина, Овин, рыба, рак. Дева, 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 дева. Телец, лев, телец. Как вы думаете, это типа нереально? Да, они просто знают. Много кто пишет, что дева, и вы правы. Козерог, рыба. Как думаете, кто у нас Анастейша? Берл Хилдс. Скорпион. Ладно, я спойду. Ну, включите логику, мы вам хотя бы показывали. Фото из фотопленки в нарядах. В каких мы там нарядах были. Ну, ты просто не рассказывала никогда, мне кажется, тоже. Ну, да. Поэтому не знаю. Ну, телец, водолей. Ну, бобобо, пошло загугли, загугли. Все, все, да, нашли, нашли. Водолей, телец, дева, стрелец, рак. Ну, не, ну, все, видно, видно. Все, все, они поняли. Я обезьяна, как бы ты свинья. Да. Как бы в каждой твари попали. Так, я близнецы, да, выгод. Вот, в принципе, все, что могу сказать. Так, Кристинка. Кристина, да. Кто у нас Кристинка по знаку зодиака? Давайте. Телец, дева. Кристина. Рыбы. Весы, кстати, очень много пишут. Да, весы, как будто бы похожи на весы. Ну, вообще нет. Козерог. Я бы тоже подумала, что Кристина весит. Для меня весы, стрелец, самый непонятный знак зодиака. Мне кажется, весы самый равновешенный знак. И сейчас они вышли с из. Такие. Так. Козерог. Почему козерог? Почему козерог? Если бы здесь был козерог, вряд ли. Краб. Краб. Так. У нас у всех есть... Земной будто. Баря. Баря, Баря, Баря. Почему вы на каждую пишете, что она телец? Каждой писали много-много, что телец, телец. Может, мы похожи уже на телца, в конце концов, сколько можно? На кобылочек. Козерог. Овен. Овен? Овен, да. Я Овен. Да? Я не телец. Правда? Я тоже бы никуда не подумала. Да, я не телец. Да, Кристинка Овен. Но у меня все асценденты в деве. Да нет. Поэтому кто пишет, что что-то с девой есть, то можно. У Кристины есть это упорство Овна в плане... Вот знаешь, у тебя есть момент, что ты доказываешь до последнего. Нет, вот это точно вот так. Но всё равно, когда я понимаю, что я не права, я признаю и извинюсь. Не, я просто заканчиваюсь за такой момент. Я тоже за такой движ. Конечно. Если что-то случается, я слушаю это. Я помню, помнишь ситуацию, когда мы ехали... Ну, не будем озвучивать её, мы ехали в машине, я говорю, так, ну это вот это место, прикинь, говорю тебе. Ты такая, нет. Нет, ну я же точно знаю, Ир. Это не это место. Но я потом поняла, что всё-таки она... И потом Кристина мне написала, такая, Ир, знаешь, это то место. Сори. Она такая, а я, ну, как бы уже и не помню об этой ситуации, поэтому... Чего? Куда? Почему на концерте в Москве все девочки поздоровались, Ирина обнялась, Настя прошла мимо даже не поздоров. Кем? На каком концерте? На каком концерте? На каком из? Я близнецы. Да ладно, ребят, во-первых, мне интересно, кто это написал. Если это какой-то мой друг-товарищ, то такого быть не может. А если мы же... Я же не всегда могу со всеми обняться, поздороваться. Я могла элементарно вас не увидеть. Я там не страдаю тем, что хожу вот так. Ну, что сказать на это? Бывает такое у каждого человека. Иногда, правда, идешь куда-то и можешь не увидеть, к сожалению. Да, я думаю, это если и было, то по чистой случайности, потому что я не видела или, там, не знаю, была занята там разговором или чем-то другим. Поэтому, ребята, не обижайтесь и в следующий раз обязательно с вами обнимемся, увидимся, поздороваемся, поцелуемся. Все, чего вы хотите. Не, на самом деле, правда, стараемся, когда, ну, девчонки, там, мальчишки здороваются, машут, конечно, стараемся фидбэк давать, потому что это очень мило, очень приятно. И как нам люди дарят, там, свою любовь, свое внимание, точно так же мы хотим взамен давать. Если вдруг случайно кому-то там не увидели не это, сори. Правда, это все как бы так, значит, так получилось случайно. Вот так, не специально. Так, что, мы будем еще на какие-то вопросики отвечать с вами? Давайте посмотрим, что еще осталось из наших общих вопросов. Так, вопрос. Будут ли еще благотворительные мероприятия? Да, 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 да. К лету планируем сделать такой же маркет с одеждой, поэтому готовьте дюймушки. С секретными гостями, между прочим. Да, мы, кстати, решили расширить наш состав, и будут еще девчонки, которых вы знаете. Которых вы очень любите. Да, поэтому приходите в конце весны, в начале лета на наш маркет. Все деньги также отправим на благотворительность. Кстати, как будто наш маркет прошел очень успешно, и мы как будто даже слишком много переживали по этому поводу. А по факту оказалось все очень лайтово, все очень приятно, пришли классные люди, мы со всеми постарались пообщаться, уделить время. И самое приятное, что мы продали почти все, прям там осталось совсем чуть-чуть. Прям по пальцам пересчитать. Да, и, короче, круто, спасибо вам за то, что поддерживаете такие движи наши, потому что хочется быть иногда и полезными, чтобы выравнивать... Ну просто хочется, вот просто хочется, внутреннее какое-то желание, даже необъяснимое, ну вот просто, реально в кайф. Да. Вот заморочиться, мы правда, мы долго к этому готовились, мы заморочились, приехали, людей там напрягли, и это все было, ну в такой кайф это все делалось. И сегодня то, что вот мы ездили, Настя поспала часа два, да? На самом деле я еще себе... А что ты делала? Расскажу сейчас. Можете чуть-чуть подвинуться, почему мы с Кристинкой сидим прям? Давайте, конечно. Ой, я только сейчас увидела. Так, аккуратно. Ой, я сейчас увидела, да, она сидит. Ребята, что я делала этой ночью? Этой ночью? Ваши догадки. Давайте. Догадки в чате. Ладно, давайте догадки, 10 секунд догадок. Пять, раз, четыре, два, три. 10 секунд, при этом мы еще начали с пяти, да? Ну все. Ой, какой ужас. Ой, вы чего? Короче, все любители каналов с расследованиями, да, какими-то такими делами, делами детективными. Ой, Леонид Каневский. Ну, это в детстве, а сейчас есть очень крутые каналы, Мистика, Агата Кристи, еще там всякие, короче, прикольные. Я могу часами смотреть документальные истории. Что я еще сегодня делаю? Я слушала песни группы Нервы, по-моему. При этом мы тебе вчера, когда ты выезжала от Кристины, мы сказали, Настюшечка, пожалуйста. У меня не получилось вообще никак. Я вот так лежу, и у меня даже попыталась отложить телефон. Легла. У меня вот так песня «Я не могу без тебя спать». И я такая, надо ее загуглить, и я час на репите ее пела. Ну, не знаю, у меня бывает такое ночью, что мозг требует какую-то активность. Что-то нужно поделать. Поэтому я поспала два часа. До конца я как-то не выздоравливаю, но это очень классный день. Я рада, что мы все вместе его провели. Очень продуктивно, интересно и весело. Ну да, день вообще суперский в этом плане. Мы бегаем тут как-то... Там вопрос очень классный. Какой? Не буду читать. А, тут, кстати, да, есть вопрос. Общаемся ли мы с кем-то еще из девчонок из тусовки? Мы хорошо общаемся с Дашей половинкой, с Дашей Панфиловой. А им Катюши привет. С Катей общаемся, с Дилей. Вообще, да, девчоночки суперские, самые лучшие на свете. А кто еще... Ну все, больше ни с кем... Как будто это классный круг общения, который... У нас такой круг общения, круг знакомств. Мы любим так вместе время проводить. Больше мы ни с кем не общаемся. Мы с Ацф. Мы злюки. На самом деле токсики. Мы больше ни с кем не общаемся. А это все был прикол. Мы на самом деле злые. Это мы сейчас от в ушках сидим. Трансформация, да. Сейчас закроется стрим и начнется. И все. Костя перемывать. Не нам судить, но мы обсудим. Да-да-да. Короче, на таком. Так. Кут, девочки, красотки. Кто-нибудь из вас боится щекотки? Прекрасно ее вообще проверить реально. Я, кстати, вообще не боюсь. Я боюсь агрессивной щекотки. Я не боюсь. Агрессивная? Это тебе сожлось все, когда... Агрессивные щекотки. Когда тебя берут. И вот такой, потом прям... Кут, кут, кут. Кут, 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 кут. Я его не вижу. Все, малыш. Он даже не проснулся. Пришли к нему домой. Будем. Кот, прости. Кот в кайфе. Короче, есть агрессивная щекотка, а есть там, не знаю, просто такая легкая. Кайфовая. Да, как будто кайфовая, приятно. А вот агрессивная нет. Так, еще какие-то были вопросы к нам общие. Так, познакомцы разглажали. У вас есть какие-то к нам вопросы? Начальные донаты просто прочитать, может, мы их сможем как-то... А давайте прокрутим как-то. Дотянитесь до мышки. Ну-ка как-то прокрутим. А просто до мышки чуть-чуть. Тихо-тихо. Ой, не бойся. Все, алиса. Тут три экрана, чтобы вы понимали. Я не знаю, куда жать. А нет еще мышку. Подождите. Так, все, мы сейчас пролистаем специально вниз. Ушки топ. Безумно красивые. Удачного снима. Привет, это наша любимая. Смотрите повыше, выше, выше. Рокет-терминал. Ты очень пусться. Стасик приходил в Нижнем Новгороде, помню. Наш самый как будто активный фанат. Он теперь модератор в нашем чате, поэтому слушайте Стаса. Привет, девчонки. Вы, как всегда, просто прекрасны. Вы безумно красивы и неповторимы. Очень люблю вас. Хорошего вам стрема. Спасибо. Поздравили нас еще с наступающим. Да, всех с наступающим поздравляют. Ребяточки, да, в Новом году. Чтобы все-все со мной еще. За все, получается. Да, дальше мы читаем. Да, все донаты прочитаны. Что у нас? Давай наверх вернемся, чтобы если вдруг будет новый, мало ли, чтобы мы никого не обидели. Да, все. А Ринка теперь у нас информатик. Норм? Да. Взломает сейчас. Что, давайте вернемся к крутому вопросу про то, что для вас сложнее, дружба или любовь? Как выстраивание отношений? Любовь определенная. А вот для меня наоборот почему-то. Вот я соглашусь с Риней как будто. Как будто, ну, с мужчиной в отношениях все понятно. Ну, в принципе, по тому, как хочется, чтобы это выглядело. Или там какие-то такие есть моментики. Как будто просто, не знаю, мы вроде же с вами обсуждали, да, что как будто у нас у всех был такой период, когда у нас вообще не было подруг. Ну, типа, у меня тоже, знаете, было такое, что мне всегда было легче общаться с мальчиками. И это прям, ну, достаточно долго продлилось в моей жизни. До лет... Ну, да, я согласна. Наверное, да. Потом ты начала с девчонкой жить со своей подругой же. Ну, с Кристиной? Нет. Ну, с другой, нет, не будем. Ну, короче, как будто, знаете, девчонки, если у вас такие есть проблемы с коммуникацией, с девчонками тоже не переживайте, все вообще, найдете своих людей определенных. Подруг, да, потому что у меня тоже с этим меня. Школа это вообще такой моментик. У меня вообще перед тем, как я встретила девчонок, я прям зарекла себе, что я не буду ни с кем близко дружить, потому что у меня было несколько... Прям вот, насколько вы можете себе представить некрасивый инцидент? Даже не то, что некрасивый, а отвратительный. Вот такие инциденты у меня были. Я думаю... То есть не просто нет друзей, нет... Предательство. Предательство. Просто предательство, назовем так. No, 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 no. Не хочу. Не буду открываться. Прямо, знаете, конечно, с обидой на весь мир, на людей, но почему-то меня это, правда, очень сильно задело. И я не знаю, как так получилось, что у меня теперь, во-первых, даже не одна близкая подруга, их столько, и мы так уже держим какой-то определенный срок, становимся все ближе. И я хочу разрушить ваш миф. Если вы когда-то разочаровались, вас обидели, унизили, плохо с вами поступили, ни в коем случае не стоит вообще ставить крест на всех людях, на себе, там, продолжайте доверять, открываться. И вот проверено, найдутся свои люди обязательно. Да, не забывайте, что каждый тварь и по паре, и вы найдете обязательно свою пару, и своих подруг, и своих друзей. Просто можно... Еще не то время. И то, что школа и университет, это не только такие места, где вы можете с кем-то общаться, вы можете расширять свой круг общения с помощью своих интересов, например. Вот тут в чате девочка пишет, меня тоже три лучших подруги предали, и вообще сейчас не хочу дружить близко ни с кем из девочек, потому что нет доверия. Малышка, ну, как будто у вас в дружбе именно предавали. Да, очень жестко, да. Как будто только в дружбе. Кстати, да. И вот этот моментик... Ну, я даже не знаю, мне тоже всегда было непонятно, как так происходит, почему не срастается именно с девчонками, и тоже уже как будто было смирение, типа принятие ситуации, что, ну, вот, значит, может реально во мне что-то не так, ну, не получается там построить дружбу с девочками и так далее. Потом оказывается, нет, не вы не такие, это просто действительно разные возможные интересы, разные этапы жизненные. И, в общем, в свое время нужных людей вокруг себя вы соберете, найдете. Главное, с какими намерениями, да, то есть если вы хотите реально построить хорошую дружбу с доверительными отношениями, то все будет 100%. Поэтому не переживайте, малышки, малыши, кто-то у нас. Правда, правда. Мужская дружба! В том числе. Да, это на всех. Там все серьезнее еще, я даже, ну, наверное, не это... Не хочу, ну, как бы... Не знаю, как у вас, но у меня школа, самое худшее время в моей жизни было. Это просто было ужасно. Ну, просто вайбы были. Ну, не то, что сложно, но просто, ну, короче, это было ужасно. Поэтому, если вам в школе сейчас тяжело, плохо, у вас нет какой-то поддержки или что-то вроде того, не отчаивайтесь, все впереди. Школа реально, это худший этап в вашей жизни. Просто не примите. Мне, кстати, кажется, знаете, что даже, ну, и самое сложное эмоционально, потому что вы, типа, ну, условно, учитесь 11 лет с одними и теми же людьми. Да, на вас давит ваше окружение, учителя, родители. Учителя, да, и вот это все, и вообще, как бы, ну, на самом деле... По секрету сказать, что в университете учиться легче, чем в школе. Я не знаю, почему в университете легче. Да, в университете легче. Это ужас в школе, я как вспоминаю, эти вообще задания просто дурацкие. В школе просто больше контроля. В университете ты сам себе приближишь, и если тебе не надо, ты не делай. Там, как бы, никто тебя не будет за уши тянуть. А в школе прям давление жёсткое. Я иногда просыпаюсь с мыслями о том, что, блин, слава богу, у них в школу. Утром, зимой. Верите в дружбу между мужчиной и женщиной? Были ситуации на эту тему. Очень хочется верить, правда. Я не верю. Ну, по крайней мере, у меня не было. У меня есть классный друг ей. Считается? Ну, да, да, я думаю, можно, всё нормально. Я... У меня как у Арины. Да, у меня то же самое, это, наверное, единственный друг мужского пола. Я как будто верю в то, что может быть, правда, какая-то дружба. Ну, дружба может быть, но всё равно симпатия же по-любому, либо с той, либо с той стороны будет. Ну, симпатия, она в целом должна быть к людям. К любому полу, любого, как бы, вообще момента. То есть у меня и к вам симпатия, девчонки. Ну да, и будем честны. Но я всё равно верю, не знаю, вот не хочется верить в то, что есть дружба. Да есть. Везде есть исключения как в одну сторону, так и в другую. У кого-то не получилось дружить, у кого-то получилось. И как будто, на самом деле, отношения, которые начинаются с дружбы, они как будто даже, ну, прикольные. Или плохо, да, согласен. Потому что ты уже примерно понимаешь, что за человеком у тебя нету эффекта розовых очков и того, что что-то может сильно измениться. Ну, вот пишет, дружбы прям нет, но есть что-то типа товарищества. Тоже согласна, что вполне какие-то партнёрские отношения. И тоже вы можете классно время проводить, типа, угорать вместе. Какие-то интересы могут быть, но при этом у тебя-то может быть... Опять-таки это вопрос, короче, про личные границы, что вы можете сразу мальчику объяснить, допустим, что, блин, мне очень нравится общаться, но забегая наперёд, наверное, у нас там что-то не получится, либо как-то обозначить, короче, свою позицию в этом вопросе сразу. И прикольный вопрос, откуда мы, кстати говоря. А, Кристин, ты где родилась? Ты же вообще жёсткая. Я родилась на Камчатке, да, и жил в Москве со 7 лет. Короче, да, я с Камчатки. Вообще жёсткая, когда узнала это, я просто такая... Вот что ты любишь всякие крабы, там, знаешь, устрики, короче, ежи. Оливье с крабом любимой Кристинкины. Да, Кристинка у нас поедилась. Солёные, волосольные, маринованные. В Турции что мы брали, Кристиночка? Маринованные огурцы, капуста, квашина, кимчи. Маринованные арбуз ты даже брала как будто, или что-то такое. Да, маринованные арбузы. Было вообще что-то жёсткое очень. Но, девочки, давайте согласимся, что оливье с лососем, с крабом. С крабом вкусно. Это вообще вайб очень советую. Я не помню вкус, я попробовала полвилочкой. Тебе понравилось, тебе понравилось. Мне тоже очень. Короче, вот у нас прикольно. Арина у нас. Я родилась в Москве, но очень большую часть своей жизни, самую основную и главную, я прожила в очень маленьком городе. И я очень сейчас этому рада, что был такой опыт жизненный крутой, который меня взрастил. Я родилась в Волгограде, в маленьком возрасте переехал в Москву с родителями, и вот я тут живу-поживаю. Анастасия? Я родилась в городе, он реально существует, это не фейк, город Егорьевск. Реально. А ты не знала, что в Волгограде растут. Вот так, да. Понимаете, как в жизни интересно бывает. Я бы кайфанулась, я родилась в городе Иваньевск. Я с кетей Ивантиевка. Иваново. И чтобы вы понимали, я это отследила уже через несколько лет, потому что это очень символично, как будто меня родили. Родили, вырастили. Блин, это очень прикольно. Но меня только там родили, потому что очень хороший был роддом в Егорьевске. А, то есть ты только в роддоме там? Ну, конкретно у меня место рождения, у меня везде написано Егорьевск. Это очень милый, просто невозможно. Какое-то мое детство, это город Воскресенск. Там пишут, я тоже. Я тоже. Еее, родные. Вы мои, мы просто отряд Егоров, Егорьевских ребят. Блин, вообще супер. Это здорово, офигеть. Город пишет Артемьевск и Григорьевск. Да? Да, реально? Да нет. Да-да, пишет, пишет. Да-да, девочки, как бы, ну, понимаете, нужно от Насти не отставать, как бы, не позориться. Детей рожаем в этих городах. В этих городах следующих. Не, на самом деле. Следующие поколения рожаются там, походу. Вот, а так, это Подмосковье, где-то часа два на электричке. Такой приличный. Я жила рядом с лесом. Я всегда... А, короче, у меня был такой ключ. Вот, если из чата кто-то знает, может быть, был такой же от гаража. Короче, вот такая штучка-кругляшок, как чупа-чупс. И вот такое шило, или как это называется? Я поняла, как отвертка. Да, как сверло, только оно толстое. Это клетч. И я ходила, я жила рядом с лесом, самый крайний дом. Я брала вот так этот ключ. Это правда ключ? И шла вот так. Если вдруг что случится. Ну, это, кстати, такой вот лайфхак вам. Прикол. Так, что вопросы-то? Да, ребят, уже мы два часа практически ведёмся. Офигеть. Да, уже два часа. Кто с самого начала стримает два часа? Поставьте сердечки в чат фиолетовые. Кто с нами с самого начала сердечек в чат накидается? Ну, у вас много. Вау. Вообще. Это очень приятно, на самом деле. Мы вас поздравляем, кстати, наверное, с последней недели этого года, с последней учебной недели. Надеемся, что вы закрыли все ваши долги, все ваши сессии, предметы в школе и всё остальное, что вы в Новый год идёте без долгов. Классный донат нам пришёл с классным вопросом. Назовите три вредные привычки, от которых ты не можешь избавиться. Назовите три ключевых составляющих счастливых отношений, по-вашему мнению. Класс. Давайте про привычки начнём. Давайте. Кто начнёт? Нет, мне надо подумать. Давайте я сейчас импровизирую. Назовите три вредных привычки. Не будем скрывать HQD. Если, ну, грустно, HQD — это первая моя вредная привычка. Вторая моя вредная привычка — это, наверное, если можно приписать сбитый режим, который очень часто у меня... Можно? Я думаю, можно. Записываем? Ну, кому-то можно. Зачитываем, зачитываем. Да, потому что это действительно очень сказывается вообще. Я могу на месяц выпасть из... Из real life. Да, потому что ты встаёшь уже ночь, потом все... Ну, кстати, мне очень нравится. Я тут неделю, где-то недели две назад, я целую неделю выходила из дома где-то в 12 или в час, или в два. Приходила там в 5 часов, в 4. И было ж кому, вот, к Ире ездила с девочками, тоже, по-моему, что-то делали. И... Так что у меня всё схвачено. Что ещё? Третья вредная привычка... Третья вредная... А! Короче, вот, если вы перемотаете весь стрим, небольшой вот такой факт, вы заметите то, что на протяжении абсолютно всего стрима я ковыряла свои ногти. Ай-яй-яй, точно. Это... Ну, если кому-то будет интересно, и вы захотите подтверждение этой информации, просто вот у меня почему-то с детства такая привычка, наверное, нервная история. Я постоянно вот так вот делаю, или так ногти, вот, то есть каждую секунду. Вот. Давайте по-привычке, наверное, по каждому. Да, давайте по-привычке. Кто дальше? Ну, ты. Ну, просто... Та же подумай. Ну, просто быстренько какие-то самые... Сложно, типа, ну, наверное, тоже вот я бы про ногти взяла. У меня бывает. Ну, да, да. Не так как у себя, но бывает. Ты именно срываешь... Я именно, да, начинаю маникюр от... Ну, пулап... Как это назвать? Отшкрёбывать. Отшкрёбывать. Вот, спасибо. Скрыла пулап. От кулап. От колуповать. От колуповаться. Сегодня я, кстати, была свидетельницей, я тебе сказала. Да, Кристина мне сегодня сказала об этом. Там же эти ногтевые пастины все портятся. Вот, наверное, тоже этот момент... Не знаю, но, наверное, может, какой-нибудь кофе. Ну, хотя, в принципе, я вот сейчас его давно не пила, честно. Уже недели две и не пила кофе. Просто дело в том, что я там, ну, грубо говоря, не курю, там не пью, и поэтому про какие-то... Хоть что-то уже, ну, можно кофе попить хоть давно. Ну, поэтому кофе, наверное, да. И какая ещё вредная? Что вы можете мне сказать про... Может, вы знаете. Я просто забыла. Ну, могу сладкого, наверное, обожраться и лежать. Наверное, что-то такое. Может быть, было бы круто этого не делать иногда в своей жизни. Когда у тебя были ресницы нарощены, ты, по-моему, любила... Да, постоянно вот так вот делала. И ты тоже как будто вырываешься. Но у меня уже как будто больше года... Ты их часто, ты их часто трогала. Но я год уже не делаю ресницы, поэтому как бы этого нет. Вот. Давайте дальше. У меня есть, короче, странная такая плохая привычка. У меня, видимо, я не знаю, за счёт того, что, может, какой-то... Знаете, есть, короче, такое название, как гипертонус тела. У меня были такие моменты, когда у меня едут нервы. Я могу, короче, знаете, ложиться спать, и я понимаю, что у меня тело напрягается. То есть мне, короче... Да. Ну, то есть, что ты вот всё время такой, типа, оп, и у тебя всё, тело напрягается. И, короче, это неприкольно, потому что я себе иногда напоминаю о том, что так, нужно расслабиться, расслабиться, расслабиться. И... Но зато, кстати, прискочивает. Такое. Вот секрет идеальной фигуры. Да, теперь всё понятно. Да, теперь всё понятно, откуда. Да. И что ещё из плохого? Хм... Раньше у меня тоже была темка с едой, что я могла очень много всего съесть вредного, но сейчас у меня пришла какая-то осознанность в этом вопросе. Наверное, просто я уже переела всего, и мне как бы, ну, кайфово. Кстати, да. И ещё у меня есть такая тема, что, короче, я вижу определённую картинку в своей голове, и если то, что я делаю, не совпадает с этой картинкой, например... У меня то же самое. Да, вот это вот, это как детали, детали, короче... Да, вот... А это чертодевы, кстати. Вы очень перфекционисты, и вам нужно, чтобы было всё выполнено не просто на 10 из 10, а на 100 из 10. Ну, допустим, меня, когда визажисты красят, я вот сижу, такая, вот это повыше, пониже... Там, короче, я руковожу всем процессом, потому что, если мне что-то не нравится, я не смогу, типа, с этим собраться, смириться, я пойду переделаю и доведу до того, как мне это покайфит. Но это просто раздражает иногда, потому что очень... во многих мелочах у меня есть такой момент. Крис? А, сейчас я задумалась. У меня... вот... я сейчас, кстати, забывала два раза, о чём я хотела сказать, и я не забыла. У меня проблемы с памятью, реально. Они были всегда, и причём жёсткие. Какая подружка, шикарная. Я иногда говорю своим подружкам, что вы можете говорить, что я вам должна денег, и я вам их реально отдам, потому что я вообще не помню какие-то ситуации. Я вот даже не помню, как мы познакомились. Я могу не помнить, что я делала утром, что я ела сегодня, с кем я общалась, какие увидела завтра жёстко. Серьёзно? А что ты делала вчера утром? Э! Блин, Настя, ты мне сейчас мелок, я реально не помню. И мне это мешает работать, мне это мешает иногда коммуницировать с друзьями, потому что я... Вот я недавно встречалась с подругой, у нас была встреча запланирована на пять вечера, я там в полпятого лежу в кровати, ну, просто отдыхаю. Мне подруга пишет, ты едешь, и я просто забыла. Мне это очень мешает жить, я хочу избавиться от этого. Я даже на Бале покупала себе витамины для, типа, улучшения памяти. А может стоит просто записывать там, допустим? Я записываю, у меня все заметки, типа... Я думаю, что это за нервные, это из-за нервов. У меня так всегда было. Это как будто просто как будто... У меня когда тоже много работы, я могу просто типа что-то забыть такое, ну, не вчера, правда, но типа условно, что было там месяц назад в этот день. А ещё самое неловкое, это когда ты не запоминаешь имена где, с которыми ты познакомился, или какие-то лица... Ой, это моя любимая. Это вообще это тоже, да. Это самое неловкое. Но всегда есть классный лайфхак. Извини, извините, всегда работает неплохо. Арина, вот у меня, например, такое сработало один раз, второй с натяжкой. Ну, знаешь, лучше, чтобы уже... Да, да, это ситуация. Ну, хоть что-то немножко. И вот есть что-то, как у Арины, по поводу того, что ожидание, наверное, не то что от самой себя, а... От мира, скажем. Перфекционизм излишний. Пока работа... Если я не смогу выполнить работу на 10 из 10, я даже не буду к ней прикасаться. Вот. А если я её не выполню в процессе, то это всё меня очень сильно разобьёт. Я буду загоняться, переживать, и это мне реально мешает. Поэтому я считаю, что у меня во многих вещах рабочих очень медленный прогресс, потому что я стараюсь добить, что-то найти. Мне сейчас сайт делали там 9 месяцев, но это уже не от меня зависело. Но, короче, это мешает очень, и нужно от этого избавляться. Интересненько. Кстати, я какие-то новые факты о вас узнала, честно говоря. Вот про Кристину, Арина рассказала, как к ней подошли в магазины. Кристин ещё любит планировать, то есть распланировать всё наперёд, чтобы был план, которому можно придерживаться. Спасибо большое Кристине. Это то, что когда мы куда-то едем всё вместе, она занимается логистикой. Да! Потому что логистика — это самое важное. Я тоже иногда могу включаться в эту тему, но не всегда. У Кристины круто, что у неё действительно А, Б, С, Д. Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Да. Факт. Поэтому, да, мы всегда доверяем этот момент Кристине. У нас капитан Кристина. Я с поездкой. Our team. Кэп-кэп. Кэ. Так, а что у нас дальше было по... Мне кажется, что уже как будто бы... Назовите... Я согласна. Искренность. Умение слушать и слышать. И работа. Ну, когда ты не просто как бы искренне говоришь честно и слушаешь искренне там, но ещё что-то делаешь. Наверное, доверие, искренность, честность и работа. Я согласна полностью с Иринами, от себя хочу добавить, что очень важная вещь долгих отношений, это чтобы каждый партнёр параллельно развивался, и вы вместе шли к какой-то определённой точке. Это очень важно, чтобы никто не прокрастинировал, не отходил от курса мудрости какой-то, да, жизни. Поэтому вот, от себя добавила такой момент. Мне кажется, что самое главное в отношениях это то, что вы должны быть уверенными, что это именно те самые отношения в вашей жизни, над которыми стоит работать, над которыми стоит иногда уступать, иногда как бы со своим партнёром идти навстречу к нему, то есть, ну, жертвовать. Жертвенность в отношениях очень важна, лично для меня. Я сказала, что для меня это главное умение слушать и слышать, умение разговаривать друг с другом, не замалчивать свои проблемы, а садиться, обсуждать, говорить о своих эмоциях, чувствовать, чувствах. И говорить в первую очередь о том, что чувствуешь ты, и слушать то, что тебе говорит партнёр. И если вы научитесь разговаривать друг с другом, как минимум вам будет легче решать ваши проблемы. И ничего не замалчивать и не утаивать. Кстати, классный ещё момент забыла сказать, что очень советую всем проработать свои семейные штуки перед тем, как вступать в отношения, ну, в которых вы бы хотели построить семью, потому что это всё вылезает. А если ты влюбился и всё, не успел. Это уже потом, более во взрослой жизни. Да, это когда уже у тебя какой-то этап наступает. Понятно, что в 14 лет, я думаю, что это не надо, это не заниматься. Потому что уже закончены просто. Да, ещё травмы. Ещё травмы не получены. Не получены. Лет за 20, вот. А потом уже можно работать. Вообще, мне кажется, не обязательно там одному как-то закрываться, такое я никого не подпущу. Вместе с партнёром, если вы это делаете, это замечательно, это очень круто. Вот. Согласна. Вообще все слова девчонок, я считаю, супер. Сейчас. Так, расскажите про ваши апгрейды внешности, про питание. Ещё интересно узнать, обращались ли вы к психологу, почему и как справиться с древностью к парню. Ой. Ух ты, тут прямо целая лекция сейчас у нас получится. Давайте выберем что-то такое. Давайте выберем одно, и так как очень много, на самом деле, крутых, интересных вопросов, я предлагаю сделать потом стрим, тоже в каком-то интересном формате, и поотвечать уже тоже, потому что много сегодня сказано, сделано, и оставим ещё такие темы интересные на следующий стрим. Как идея, чатик? На прошлой неделе был на концерте... Ариночка, прочитай. На прошлой неделе был концерт в Ростове. Ариночка, ты была очень красива, было приятно, когда ты хотела дать нам воды, а ещё дала мне пятюню. Это мило. Спасибо вам большое, мне очень понравилось в Ростове, мне очень понравился концерт, потому что вы прям очень-очень жёстко качали, и в целом, блин, как будто хочется даже побольше, знаете, ездить с Ванечкой на такие мероприятия. Вот, спасибо вам большое за такое внимание ко мне. Так, и последний у нас был этот донатик. Девочки, вы все очень красивы и очень приятно рассказываете. Хотелось бы узнать, были ли у вас проблемы с кожей, как вы с этим боролись? Вы зайки. А тот вопрос. Спасибо. Какой? А до этого... Это просто несколько, это просто несколько мы решили, чтобы... А, ну я просто... Да, чтобы всем внимательно. Ребят, мне кажется, вот, например, вопрос про проблемную кожу, какие-то периоды такие, это тоже очень обширная тема. Я думаю, каждому есть, что рассказать. Поделиться своим опытом. Сто процентов, да. Кристина только что задонатила. Как вы относитесь к хозяевам и к их движению? Очень круто. Классные ребята, позитивные. Ребята очень крутые, они молодцы. Они прям ворвались очень жестко. И круто, что они дружат, и они показывают классный пример для того, чтобы соответствовать такому. Давайте такое немножко не мистическое, а такое на другую тему. Что пугает вас больше всего? Назовите самый глубокий страх, с которым вам приходилось жить. Но если надо выбрать, пауки, высота или темнота, что выберите? Нет, мне кажется, это просто пример. Это самая жесть выбрать. Давай из этого трех выберем. Давайте просто, чтобы было проблем. У кого что, да, да? Давайте каждую свою. У кого что? Арина, давай. У кого больше первой. У меня вообще классный набор, потому что это высота, это скорость, это глубина. Вот, поэтому выбирайте, что хотите, все вообще отлично. И единственное, что я боюсь, это еще, знаете, именно насекомых. Я не боюсь змей, пауков, крыс, мышей и так далее. Но когда я вижу какого-то жука, вот это вот все, мне прям, ну, знаете, страшно становится, правда? Просто про то, что я, ну, не хочу с ними видеться. Мой страх, а я сейчас живу в одной башне, так сказать, и там что-то огородили все красное. Швей Рапунцель, что за тобой? Короче, огородили все лентами. И я паранойю уже очень много дней. В смысле что огородили? В смысле что? Здание рядом, где я живу. В смысле соседнее здание огородили? Нет, здание, в котором я живу, да, это башня. В плане лентами, чтобы никто туда не заходил? Лентами огораживают, потому что на голову может упасть какая-то большая штука, а там здание очень высокое. Вообще нежелательно, чтобы что-то на голову упало. И там еще так ограждено то, что ты не понимаешь, ты можешь тут пройти или нет, а я там ходила очень часто, оказалось то, что это вся территория запрещена для прохода. И представьте, у меня теперь паранойя, мой страх это того, что что-то упадет мне на голову. На ушки. И что кто-то на меня, я еще, знаете, ладно, этим поделюсь, я очень боюсь неадекватных людей, которые могут, знаете, типа как очень странно себя повести, там напасть и так далее, это вот номер один у меня. Боюсь неадекватных проявлений людей. И очень боюсь глубины, все, что там обитает, если я не чувствую дна, если со мной нет кого-то из моих друзей, одна я в море стоять не буду. Вот так вот. Докажите. У меня насекомые, правда. Вот я высоты и глубины не боюсь, вот насекомые просто. Помнишь, в Турции этих насекомых, это было ужасно. Только ты, только Кристина могла справляться с ним, потому что для меня это, правда, невозможно. Хотя она тоже боится. Просто нужно было умирать. Мы жили в Турции в каком-то каменном, типа, отель был в Скале. Блин, я вспомнила, это был просто ужас. Отель был в Скале, в Каппадокии, и мы жили в разных номерах. Представляете, я с того времени его не вспоминала, моя память его просто вырезала. Я просто подумала, я забыла, я думала, ты о пауке рассказываешь там, а я про пауке. А, вот этот, да. Я помню, что он был в Каппадокии, это что? Помните, там было душно. Там воняло. Короче, мы жили, мы поехали на шары, на воздушные, нам пришлось перенечевать две или три ночи в местном отеле. Да, и он был в Скале, он был, типа, выглядел прикольно, но мы не знали, что там что-то может быть не так, а-ля плесень или насекомое. И мы приехали, мы ехали в эту Каппадокию часов в десять, наверное, на машине, мы приехали туда в три часа ночи, уставшие, и собирались ложиться спать. Мы разошлись по номерам, мы с Ирой все зашли в наш номер, разбираем вещи, чтобы поспать часик-полтора до шаров этих. И я в один момент поворачиваюсь на стену, а просто ползут, кишат какие-то... Ой, у меня сейчас моль, моль, да. Это, типа, не моль была, но какие-то странные... Муравьи с крыльями. Муравьи с крыльями, да, их было много, и мы смотрим, они ползают повсюду, типа, по полу, везде. Мы выбежали из этого номера, как ошпаренные, чтобы нам меняли его. Идите, вы спите, и тут... И тут просто вокруг вас все ползают. Не-не, вообще, это было... Нижа, а вы знаете, что они могут заползти тебе в мозг? Еще одна новая фобия. Ну, через ухо... Знаете, что самое страшное, что я видела за последнее время? Посмотрите, что такое медведка. А, я видела, я как на огороде в детстве видела. Это полный трэш, это просто... Я не знаю, что это. Это такое насекомое, типа, как гигантская пчела, муравейка, как они... С панцирем, оно с панцирем. Они в земле живут, они вредители урожают. Подождите, а это не то, что сороконожка? Не-не-не, они вредители урожают. Посмотри, что это, это очень страшно. Я их видела в детстве на огороде, их бабушка била лопатой. То есть они именно вот у нас на этом металли. Они на огородах, они вредители. Да, их убить, зарубить лопатой надо. А, это бедно. Потому что они вот... Они на телефон сел, девчонки, можете показать медведку? Оно с панцирем, представляете? Ну, типа, оно еще... А то, что у них есть провода, можно пока? Оно издает какие-то очень страшные звуки, и вот это очень страшно. Медведка? Да. Она издает звуки насекомые? Оно огромное. Еще одна, Натик, вы красивые, спасибо, ребятчик. Она не огромная, она типа в кулак, и она в земле ползает, и, короче, она мерзкая. Да ну, я никогда не видела медведку. Ну и не увидишь это, а не на огородах. У меня речка была медведка. В Егорьевске? Я там только родилась, и они не решили. Такс. Там как-то... Ладно. Ребят, как вам в целом? Стрим, наверное, наш. Поделитесь отзывами. Да, мы хотим получить обратную связь. Фидбэк. Можно развернуто, можно как-то... Как хотите. Время прошло, кстати, очень быстро, когда я не ожидала... Для нас два часа было, вот как будто... 40 минут, да. 40-40. Честно. Вы не устали, спрашивают, девчонки? Нет, комфортно в целом, всё окей. Блин, ребят, просто вы ещё очень хорошие, правда. Да. Нам повезло на самом деле. Очень благодарны тому, что у нас действительно с вами, девчонки, хорошая аудитория. Ну, то есть... Да, очень адекватные ребята. Не токсики. Прям я от лица своего, от лица девочек хочу сказать, что мы, правда, благодарны вам за то, что у нас такая аудитория приятная, хорошая, доброжелательная, понимающая. И, ну, я не знаю, что может быть лучше, правда. Это прям офигенно, самое лучшее, что может быть. Какие вопросы вы задавали вообще. Да, очень интересные вопросы, которые раскрывают нас, наши личности, поэтому спасибо вам большое за них. Мы вас любим, мы друг друга любим, мы... Сколько, девчонки, мы дружим-то с друг другом вообще? Ну, что все вместе год, все вместе год, а вот втроём-то побольше. Ну, раньше всего я познакомилась как будто бы с тобой. Да, потом и с Ариной. Что для вас важнее, внутренняя наполненность или внешняя красота? Есть ли вещи, которые вы никогда не просите своей подруге или парню? Ну, я думаю, что мы все согласимся с тем, что внутренняя наполненность из-за того, что... Внешне, знаете, оно круто, когда ты за кем-то следишь, например, в Инстаграме. То есть, ну, ты тебе, ну, по сути... Да, визуально ты вдохновляешься. Да, тебе, ну, не супер важно знать, что внутри, но... Ребята, какой бы красивый человек ни был, вся его красота, милая личика, аккуратная, она может просто за секунду, когда он откроет свой рот. Вот так. Это правда, очень часто я встречаю, и не надо очаровываться никогда людьми, так как они мило, красиво, аккуратно выглядят. На самом деле нужно узнавать их и сначала пообщаться. Это важно. Да, я согласна с девчонками. Я думаю, мы тут все солидарные. Так, ну чего мы, будем с вами потихонечку прощаться? Да, давайте. Мне так грустно, мне так, на самом деле, не хочется убирать эту кнопку, как будто я так тоже, да, привыкла, как будто не хочется. Тем временем Аня мерзнет на катке и ждет, пока мы закончим. Да, если Аня мерзнет, она не может прийти домой. Ну нет, я к тому, что мы в гостях. Кстати, может, ответим на последний совместный вопрос, мне кажется, он прикольный. Мне задали вопрос про то, что какие у нас у каждого планы на свое дальнейшее развитие в медиасфере? Ну, в любом, типа, не важно. Кто-то может, хочет сняться в кино и так далее. Давайте быстренько начнем так далее. У всех планы, наверное, грандиозные, конечно. Всем хочется расти, развиваться и не стоять на месте. Очень классно, что мы друг друга на это подталкиваем, смотрим на какие-то успехи, достижения. И это очень мотивирует и заставляет тебя встать с дивана, когда ты даже этого не хочешь, потому что ты видишь, как можно, и что ты можешь сделать так же. Это очень классно, когда твои друзья тебя мотивируют. И не путайте, пожалуйста, это с завистью. Зависть — это ужасные чувства. Не советую вам его испытывать. Лучше, если даже у вас это имеется, лучше переводите это вот в сторону мотивации. Это куда лучше. Да, плюс. И не завидуйте друзьям, вообще никому не завидуйте. Вас, ваши друзья, наоборот, должны только мотивировать. Делайте комплименты. Да, и, кстати, говорите друг другу комплименты, особенно девочке. Это очень повышает вашу женскую энергетику и что-то такое. Вообще, поддерживаю девчонок. Мне кажется, что, короче, круто, что у нас сложилось такое окружение, конкретное с тем, что каждый из нас занимается абсолютно разными делами, и что мы как будто... И мы как будто все можем вообще попробовать абсолютно всё, абсолютно разные форматы взаимодействия и каких-то творческих моментов, вот. И, короче, это круто, что мы... Ну, мир открыт, стоит только захотеть и попробовать. И мысли материальны. Да. Если что. И ещё анонс ждите на январских каникулах, наш влог с Европы. Сейчас все заняты, там, готовитесь, да, к Новому году, потом будете отмечать. И когда будете отдыхать и отходить от Нового года, именно тогда будете смотреть наш чудо-влог. Да. Мы долго его снимали, долго монтирует Анастейша, но там, надеюсь, оно того стоит, что мы все посмеёмся, посмотрим, как оно вообще прошло. Мы тоже окунёмся в этот вайб европейский снова. Короче, интересно самим. Поэтому... А когда стрим ждать, ну... Ну, в следующем году уже, наверное. Да, уже в следующем году. Может быть, это будет стрим из какого-то тёплого места. Да, кто знает. Да, возможно. Как вы вообще теперь, вот мы попробовали постримить, что скажете по ситуации в стриме? Что скажем по ситуации, девочки? Разбор. Я ставлю 10. Ну, плачу. Плачу. А это он свой отзыв говорит. Так. Ещё нам в донатик ещё один. Привет, девочки, очень красиво, люблю вас. Вы неповторимо красивы и прекрасны. Люблю. Спасибо, мы вас любим. Правда, сегодня слишком много тепла, слишком много любви. Да, это очень круто. И для меня этот стрим был по-особенному вообще, по-особенному крут, скажем так. Хорошего вам нового года. Проведите его с семьёй, потом с друзьями. С любимыми. Да, закройте все дела, долги, идите в Новый год с новыми целями, желаниями, с новой мотивацией и с новыми взглядами. И растите и развивайтесь. До скорых встреч. Так, что, мы закрываем стрим? Да, ребята, пока. Подождите. Всё, ребята. Подождите. Не прощайте. Подождите, всё, обрезайте. Так, вот тут будет остановить трансляцию, но мне так грустно на неё нажимать. Короче, ребята, давайте поцелуем, поцелуем и покажем. Спасибо, что мы искали. Мы вас любим. Давай придумаем рап, просто придумаем рап.